Месяц зарабатывала, а потом это пандемия и последовало у меня спад. Мне кажется, что я прохожу курсы и разбаваюсь от каши. И у меня что-то стоит в камке. Я не могу реализовать, у меня столько много знаний. Да, я не могу реализовать, он мне как будто отсюда не уходит. Хорошо, посмотрим сейчас. Давай, леопардовая девочка. Здравствуйте. Привет. Мне зовут Жанна, 30 лет исполнилось. Просто найти себя, свое предназначение. Сегодня у всех одинаково. Еще что? Еще у меня обиды как будто на мужчин. На всех мужчин мира. Мужа-ненавистница или еще нет? Или уже рядом? Что? Мужа-ненавистница, говорю, или еще нет? Нет. Нет еще? Я обиды, и поэтому не хотела. Хорошо. У вас как дела? С чем вы? Да. У меня два запроса. Первый. Это... Я наружу, что ставил на движение, пролег. Вот. У меня проблема с сусланцем. Это, кстати, очень часто головные боли. Мне очень сложно расслабиться. И хотелось бы проработать в логике. Грусть, откуда такая? От дневночества. Угу. Да, и, ну, второй запрос – это отношения. Потому что мне 41 год, когда я не была замужем, детей нет. И мужчин, если друг, ну, как бы отношения бывают, но, как бы, человека, с которым хочется стать семью, такого нет. Хорошо. Можно я вам небольшую ремарку сделаю, ладно? Я вам по секрету скажу, ни один мужик не хочет жениться. Ну, очень мало кто хочет. Да, тем более после 40. То есть мужика, чтобы после 40 куда-то вовлечь, это, ну, это капец какой героизм. И не надо ждать, когда он сам. Надо уже самой выручивать и замуж брать. Прокрикайте с дорогами. Никто, вот, смотрите, в здравом уме очень мало мужчин, это, ладно, на каком-то тестостеронии ты там в 19-20 лет женишься, да? Но в 40, ну, надо уже самой на охоту выходить. Вы ждете, что вас, как бы, поймают. Надо уже самим ловить, силки расставлять. Потом сделаешь вид, что это он напал. Угу. Мы сейчас тему отношений туда затронем. Просто очень у многих женщин, ну, у вас, как это, ценности не поменялись с 19 лет. И вы думаете, что он на вас будет там что-то, никто не будет. Угу. Вы можете выбрать объект и прям потихоньку, потихоньку его обрабатывать. Угу. А мы лучше два сразу, или три объекта. Кто упадет, тот возьмет. Кого возьмете? Я сейчас научу, подожди. Я не научу, я покажу. Я дам наколки, где... Да. Где ты можешь научиться, но там, знаете, между востребованной женщиной, которую все хотят, и женщиной, которой незаметно, стоит мораль. Мораль мамина. Не твоя мораль. Мораль мамина. Вот так нельзя. Вот это не делай. Первое не звони. Туда не ходи. То есть, вот это, когда уберете, все. Мужчины очень, ну, эмоционально очень неумные, честно, если. Эмоциональный интеллект у женщин сильно выше. А как у кого нахова вы не имеете в виду? Мужчины у нас... Как это? Спартак проиграл, пьем пиво. Спартак выиграл, пьем пиво. Весь диапазон эмоций больше нету. Поняли? Нету больше. Мужчину, чтобы эмоционально раскачать, неважно, какую эмоцию ты его заставишь испытывать. Главное, качнуть его просто сначала. И вообще, для того, чтобы... Слышали такие созаимисимые отношения, да, бывают? Для того, чтобы человек на тебя залип, его нужно эмоционально качнуть. В негатив и в позитив резко вытащить. В негатив и в позитив резко вытащить. Что получается? Женщина, у которой не хватало материнской любви, она подсвойственна абьюзу. Если тебя абьюзят, и ты это терпишь, и не уходишь, и почему-то я не могу, да, и он тебя уже там бьет, и ты все не ушла, и что до сих пор, скорее всего, не хватало материнской любви. Скорее всего. Почему? Потому что только мама может говорить гадости и любить одновременно. Понимаешь? И когда тебя мужчина вот так дергает, он говорит, красивое платье, но зеленое было бы лучше, да? Ну, что ты такое вот там? Хорошо выглядишь, но только мешочки под глазами чуть-чуть. И такой, и он становится в позицию родителя с этого момента. И все, и ты в его руках, в его власти, все. С мужиком то же самое. И это чистое НЛП это. Просто очень многие люди не понимают, почему они не могут выйти, просто ты себя не любишь, и из-за этого ты это позволяешь. Просто у тебя детская позиция. И нашелся родитель. И все. Это я, знаете, у этого, у Алекс Лесли, в пикапе нашел. Он говорит, делает так, станешь в позицию родителей, делай с ней что хочешь потом. Вы с чем пришли? Что-то куда-то я попал там, да? Аж задышало чаще. А то что нет. Вот, да, где-то залипли. Попадала в это в созависимые? Ну, я сейчас созависимая. А, вот, видишь. С мамой. А, с мамой как? Ну, да. Потому что я когда объясняю, у нее зрачи расширяются, и дыхание тут-ху-ху-ху-ху-ху. Тут-ху-ху-ху-ху. Да-да-да. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы с чем? С отношениями. О, все. Хорошо. А там смысл жизни еще нет? Почти. Почти? Хорошо. У вас? У меня? Нет, нет. Отношениями у меня полгода назад встречался с супругом. Да, ну, у меня как-то все заварилось, наверное, в один момент. У меня есть работы. Получается, 23 года работала с твоей сестрой. Ну, так сложились отношения, что мы с ней попрощались с мужа. И я остаюсь без работы. Она все сжала или что? Что? Сестра все забрала? Забрала, да. Так бывает. Хорошо. И у тебя ничего нет? Квартира есть, работы нет? Нет, работаю сейчас. Нет, по-разному все забирают. Все есть, конечно, у меня. Слава Богу, все есть. Да, ну, как бы хочется чего-то, наверное, большего, потому что я привыкла хорошо жить. Поэтому как бы стерлюсь. Ну, как бы все, и как бы у меня получается, как бы и горе, и радость. Дочь я замуж выдал буквально 2 августа. А зарабатывал только муж? Что ты зарабатывал до этого? Или что это? Нет, это был второй брак у меня. Первый брак я развелась, а второй брак у меня умер. А катастрофа была, или что это было? У меня при него сердце. Тромб? Тромб, да. Просто я уточняю, чтобы у меня не додумывалось, ну, а то у меня привычка эта. Я потом кубаторить начинаю, поэтому спрашиваю. Ему сколько лет было? Ему было 58. 58. Ну, в принципе, тот самый период, да? Он самый старший сын в семье, или что он? Почему он так? Я тот самый младший, в городе, ребенок был. Ну, у них... А кто там любимый был? Сколько их детей? Вообще их шестеро. И шестеро. Он был любимый или нет? Ельке кто там? У Абдулгия. И что он тогда зарабатывал? Он прям реально зарабатывал или не зарабатывал? Нет, я не могу сказать, что он реально зарабатывал. Он не зарабатывал. Ага, хорошо. Я потому что уточняю, чтобы всем было понятно, в наших многодетных семьях есть две жертвы. Это старший сын, который всем должен обеспечить что-то, выдать замуж, племянников еще в школу отправить. Вот этот, он умирает от инфаркта в 58, там где-то в 45 до 60 они отлетают. И младший сын, он в 50-60 лет еще не нашел себя. Он там пьет, они там игроманы, там алкоголики, наркоманы, вот такие, да? То есть, и поэтому спрашиваю, кто еще замуж не вышел, вот этих двух крайних не берите. Вот эти посередине более-менее нормальные. То есть, из пяти два брака, бракованные. Заходи. Меня каждый раз спрашивают, да, вот, там вот недавно девушка писала, говорит, вот он Ярке, мама любит, замуж за него выходить, ну, как бы я его исправлю. Вот, не исправите, мать всегда победит тебя, поэтому смысла воевать с ней нету. Но если ты готова, там, прислуживать их семье и быть, ну, никем, ну, выходи. Это вообще, беги нахер вообще. Лучше беги. Почему? Потому что, если это единственный сын, и она не замужем еще, мать, ну, в смысле, разведенные, беги, она не отпустит. Она всю жизнь, ну, вот, 80% случаев такая женщина, это будет, ну, вот, девочка, которая выйдет замуж за такого, ну, за единственного сына, и где мама не отпустит его, это онкология в 50 где-то лет, матку там что-нибудь вырежут. Потому что из дома ушла, здесь ее не приняли, и она, как цветок в прорубь, болтается туда-сюда. И оттуда выгнали, и здесь не приняли. Вот это же самое, и вот, вот эти обиды, там, на родителей, туда-туда, на свекровку будут копиться, и оно все равно приведет рано или поздно. И, я вообще, я всегда был за семью раньше, знаете, но я как только, этот, есть такой Некрасов, слышали, да? Да. И у нас там есть, этот, пара одна, друзья, и он им сказал, разводитесь. А мы с семьями дружим, я на него смотрю, думаю, ты вообще, ты дурак, нет? И он начинает, и они как-то мне объяснили, почему он вам так сказал. И они начинают что-то объяснять, и мы с ними где-то часа полтора, наверное, разговаривали, и я потом на них смотрю, говорю, разводитесь. Ну, нереально, потому что. То есть, есть ситуации, когда лучше, ну, вот, разойтись, потому что это ничем хорошим не закончится. Есть всего, наверное, одна причина развода, которая прям смертельная, ну, в смысле, если не разведешься, то кто-нибудь кого-нибудь выключат, это тогда, когда один другому мешает развиваться. Развиваться, да. Так или иначе, любой человек должен идти в развитие. Если тебе, тебя муж ограничивает твое развитие, лучше разходиться. Если жена ограничивает развитие мужа, тоже лучше разходиться. Поэтому каждый сам отвечает за свое развитие, и жизнь так или иначе тебя заставит развиваться. Ни один человек просто так не уходит. То есть, где-то был дисбаланс, и его выключают. Поэтому, когда я после, ну, вот, я после вот этого разговора, я начал некоторым прям рекомендовать развод. Я говорю, если вы вот это не сделаете, лучше разводитесь. Правда, так бывает. Это, и это стало остро после ковида. Вообще заметили, что после ковида все поменялось, да? Все как-то стало быстрее, непонятнее, законы какие-то другие. То, что раньше работало, перестало работать. То, что ты раньше зарабатывал, вообще не зарабатывается, да? Ну, то есть, все перевернулось ног на голову, и непонятно, куда бежать. И в отношениях то же самое. Сейчас каждый человек должен заниматься своим развитием самостоятельно. Даже если муж тебя обеспечивает, ты должен просто брать, читать, развиваться, прыгать куда-то, что-то делать. Нельзя просто так сидеть. Это во всем мире, но в Америке, в Европе их выгоняют из дома. Помните то кино, говорит, я вам дверь не открою. Мама, открой, мы на неделю, я вам не открою дверь. То есть, они всячески из дома выгоняют после 18 лет. Очень болезненно. Я всем говорил, там, отпускайте детей. Я думал, если честно, это легко. Моя улетела, я думаю, кто-нибудь видел в Инстаграме, как я ревел, да? Просто вот так текло все. Я, вот, я был очень сильно удивлен. Мне этот YouTube запрещает материться, поэтому очень сильно я был удивлен. Вот, и это было непонятно, на что похоже. Год она из меня душу выдергивала, если честно. Она звонит, плачет, я хочу домой. Я говорю, вернись, она, я не вернусь. И сама она, как говно в проруби болталась. И, блин, я в какой-то момент уже не выдержал, я просто говорю, короче, будешь реветь, я тебе верну. Хочешь там остаться, заткнись, короче, ну, иди, делай что-то. Я говорю, наорал, и она теперь из жены вынимает душу и меня не трогает. Я говорю, спасение рядового Райна видела, я тебя заберу оттуда. Я говорю, через три дня будешь вот здесь у меня. И она в этот раз прилетела домой, месяц побыла, сказала, родители, до свидания, вы меня вот здесь достали. И все, все, сепарация произошла. Поэтому, ну, помните, был такой, есть такой фильм в Ютубе, еще есть этот, Миша Японец, япончик, да, вот это, Одесса там, ну, в общем. И он там, когда женился, сватался, пришел, он говорит, я молодой, но я уже начал. Вот это, я молодой, я уже начал, это та фраза, которую он должен сказать каждый, когда закончил школу. То есть школу закончил, университет закончил, то есть нужно прям, чем раньше ты нащуешься, тем быстрее успеха добьешься. Поэтому родители всячески должны подтолкнуть свое дитя, чтобы оно стало самостоятельным. Вы с чем пришли? Вам сколько лет? Как давно это у вас? После онкологии у вас что было? Молочкой. Угу. Сейчас в ремиссии вы? Да, у меня были. Ну, слава богу. Да, у меня было с вами. Что поняла после болезни? Депротестная была. Угу. У всех за все. Угу. Сейчас всех послала уже? Почти. Кто остался в живых? От кого ты избавиться не смогла? От мамы. От мамы? Угу. Маме сколько лет? 70? 75. Угу. Какая ситуация? Сейчас лучше. Смотрите. Сепарироваться от мамы, которой 75 лет, очень тяжело. Почему? Потому что любой твой уход, она умирает. И она, мало того, ты можешь понимать, что она манипулирует, а иногда она может умереть, ну, по-настоящему. И чувство вины она тебя загонит. Ну, она не вампирка. Конечно. Да, я ее не знаю. Но а куда тебя отсюда? Поэтому сепарироваться от детей нужно пораньше, чтобы потом самому не стать вампиром вот таким. Чтобы ты привык к самостоятельности, что ты один. Одиночество очень тяжело переживается на самом деле. Вдох-выдох. Мне, знаете, Некрасов понравился, он маму бросил 80 лет. То есть они вот так вот жили, и он, когда начал уходить, и она говорит, ну, дорогой, я же могу умереть. Гениальный был ответ. Знаете, что сказал? Мама, я тебя очень сильно люблю, поэтому я приму любой твой выбор. По-моему, даже это в интервью записано. Я говорю, в смысле, вы прям вот, ну, такие в глаза прям. Он говорит, да, я так сказал, прям в глаза. Поэтому ты можешь принять любой ее выбор, и дать ей шанс жить самостоятельно. Потому что это цепочки, вы друг за другом пойдете. Ну, оно потянется. Дети есть? Нет. О-о-о. Как бы запретили? Ладно, ладно, запретили. А что это? Тебе с молодости запретили или что? Нет, с онкологией понятно. А до этого что делало? До этого... Вот отец умер. И как-то отец болел. Брат с ним не заболел. У него звоночник вообще не давал уроду, что он вообще судей достанет за душащих. Ага. Вдох сделай, пожалуйста, и выдохни. И выдохай. Ты из этого контекста когда хочешь вырваться? А что? Ты из этого контекста должна выйти просто. У тебя это не остановится никогда. Сейчас мы эту тему опять затронем эту старшим-младшим. Я чувствую, надо прям. Ты сколько еще прожить хочешь? Я не знаю. А хочешь сколько? У меня все долгожители, 80 с лишним. Хорошо. Здорово. Сепарируйся, пожалуйста, ладно? Ну как когда-нибудь в возрасте? А? Вы же сами говорите, эти смертельные. Я приму любой твой выбор. Вот так надо. Прям вот так? Да. Прямо. Это жестко, это больно. Но к этому не надо возвращаться. Почему? Потому что... Мама должна была это пройти в 45 лет. Эту сепарацию. Да? Когда ей 45 было. Ну придется в 75 проходить. Что теперь? Иначе она бы угробить и три поколения одновременно. То есть вы сразу тонете все. Это вот, ну... Одно уже поколение угробили. Смотри, у тебя детей нету. Это одно поколение. Ты и сама, и мама. Вот втроем тонут. Выдыхай. Если хочется возвращаться. Это у тебя созависимые отношения. Ты в детской позиции. Сильно детская позиция. И чем чаще я это говорю, чем больше я хейты ловлю от этого в инстаграме, тем больше я понимаю, насколько у нас много психологически незрелых людей. Очень много. Все от кого-то чего-то ждут. Все, ну, вот кого-то обвиняют. Да? Ну, это такое. Поэтому нами проще управлять. Детьми, давай. А если вы родители без родителей? У кого? У тебя? Ты без родителей? Ты в детском доме родилась или что? Я училась в детстве. Мама умерла 3 месяца. У тебя муж есть? Нет. Нет. Бил? Гулять, значит, пожелать. Смотрите, почему спрашиваю, Билл не Билл? Дети отказники. Дети, которые родители умерли. Дети, которых передали бабушке с дедушкой или другие воспитывали. Если кто-то берет на воспитание, они должны прям залюбить. То есть они должны выдать им любви раза в два больше, тогда ребенок будет такой уверенный в себе. Если же дают среднее или чуть меньше, то этот человек сильно заниженной самооценкой будет. Вот у меня товарищ один. Я ему подарил партмоне на день рождения, и он его не носит. Я его через 2 месяца спрашиваю, тебе не понравилось? Ну, интересно же обратную связь получить. А я подарил такой же, как у себя. И он, знаете, что сказал? Конечно же, у тебя-то оригинал, ты же мне фейк подарил. Прикинь? И я орал на него, наверное, часа полтора. Вот ему в голову вбило, что для меня было вообще непонятно, как он, во-первых, так мог подумать. И, во-вторых, что у него, насколько он себя занижает, что ему нельзя оригинальные вещи навсегда. И он говорит, ты же мне фейк подарил, сам себе оригинал взял. Я орал полтора часа, как мне не обидно. У меня слюни вот так летело, все. Ужасно было. Все. С чем ты шла? Нет, нет. Громче, пожалуйста. У меня такая симпатия, что я дошла до какой-то момента дошла, ну, ты скажешь, что мы больше не можем развиваться. Ты про деньги сейчас? Хорошо, давай, ты замужем, не замужем, ну-ка, давай фактов побольше. Вы сегодня все не сдаётесь. Ладно, ага. Да, у меня свой бизнес, но как бы стоит на своём месте. До какого-то дошла? До куда дошли? Прибыль скажи только, потому что я обороты не сильно понимаю. В месяц. Хорошо. И всё и стоит. Я вообще что-то новое делаю, мне не получается. Я покупаю курсы, я их не смогу проходить до конца. Какие-то марафоны проходят. Поэтому, знаете, мы как любим онлайн-марафоны. Их закидываешь, люди покупают и не проходят. Ну, то есть они вообще ничего не делают. Им кажется, что они убрали, что у них там лежит. И мало того, они потом через два месяца этот же марафон покупают. И прикиньте, они могут пять марафонов за два года купить, а один и тот же. И ни разу не посмотреть. Ну, это избегание. Человек не готов меняться, и он покупает. Но он же что-то делал. Это как, знаете, я же стараюсь. Только самообман. Да, да. Они платят, чтобы переложить ответственность. И как бы и думают, сейчас вот-вот, вот-вот, вот-вот и проходят. Да. Я вообще очень сильно не люблю, когда люди... Ну, я понимаю, что там, ладно, ты заплатил там 15 тысяч деньги, там, не жалко, да? Но когда марафоны покупают, там, по 300, по полмиллиона, да, и потом они просираются, ну, для меня вообще это дичь. А есть люди, которые даже не переживают. Ну, в смысле, ну, и ладно. Хорошо, сейчас мы поговорим. Я понял, давайте потихоньку выйдем. Хроническая усталость, надо, главное, потом переводить. Усталость. Как это называется? Финансовый потолок. Мы немножко теорию сначала пройдемся, потом вас будут... Ну, потом уже в телеску вот все войдем. Почему? Потому что все равно нужна информация, чтобы, ну, чтобы понимать, зачем мы это все делаем. По поводу финансовых потолков, кто застрял, да, вот там я работаю, работаю, больше не могу. В среднем плюс-минус финансовый потолок, вот, упираешься в этот стеклянный, это где-то от 3 до 5 миллионов в месяц. Примерно. В Казахстане это так. Если ты зарабатываешь меньше, там, 3-5 миллионов, у тебя еще есть, чего стремиться, ты еще хочешь чего-то. Но вот эта сумма, вот от 3 до 5, это как, ну, это самый тяжелый, как этот, барьер, который переступить сложно. Потому что уже всего хватает. Ну, уже, ну, что лукавить, уже нормально, уже. Уже доказывать, ну, сам себе все доказал, ничего не нужно. Квартира, машина есть, деньги идут, вот что напрягаться. Основная проблема вот здесь, я вот тут жопу розочкой, она вывернулась уже на 3-5. И тебе мозг говорит, а давай 10. И ты думаешь, что это будет большая розочка одна или две будет? Да? Тебе же кажется, ну, это же надо в два раза больше работать. И мозг, психика вся сопротивляется, потому что уже тело болит от того, что ты до этого работал. Потому что от 3 до 5 миллионов, чтобы заработать без участия, там, новых технологий или чего-то, там, без команды, у тебя будет кожа болеть от работы, потому что ты уже... Да. Правильно? Я в этом состоянии был 5 лет, примерно. И я думал, я реально думал, что если больше, я умру просто. Почему? А? Почему? Ну, потому что, смотрите, потому что это физический предел, потому что это 24 часа в сутках и больше их нету. Без команды, да. Вот это без команды, это героизм. Когда у тебя появляется команда, ты делаешь их с 5, с 4 и зарабатываешь, ну, короче, зарабатывается в 2-3 раза легче, как выяснилось. Но здесь нужно очень многие вещи делегировать. И тогда будет у тебя, ну, хорошо. Но из-за того, что ты привык, я все сам, я никому не верю. Вы думаете, он что, он от хорошей жизни 5 миллионов сам копал? Нет. Потому что никому не верю. Никому не верю, никому не доверяю, лучше меня никто не сделает. И вот в этой сумме они все застревают. Прям сильно герои в 5 миллионах, такие полусредние в 3. Мало того, уже мало чего хочется в этот момент, потому что тебе кажется, что все доступно. Уже. Ну, почти. В смысле, чуть-чуть подождать их будет. Вот так это. Я когда с бизнесменами стал общаться, которые зарабатывают 50 миллионов в месяц, 100 миллионов в месяц. У меня, знаете, ощущение такое, у меня самооценка упала просто в окно. Я думал, что я вообще конченый какой-то. И я когда спрашиваю, вот, я сколько зарабатываю, что 50 миллионов, но мне надо 100. Я говорю, а тебе 50, ну, как бы, он говорит, не 100 надо, 50 мало мне. Это помните, как Астап Бендер, да, говорит, а можно, говорит, частями, нет, я бы мог взять частями, но мне надо сразу. Вот, вот так они. И тогда я начал присматриваться, какие инструменты, что они там добавляют, как они это делают. Вот я на этой неделе иду, ну, я не знаю, разбор это будет, или что, иду к бизнесменам, чтобы они меня линчевали. Потому что я явно что-то, ну, все равно недопонимаю где-то. Да. Я вам просто говорю, смотрите, вот люди вот здесь, они чаще всего выгоренные, они выжженные все. Вот внутри просто пусто, и все болит. Оно, кожа болит, внутри болит, для чего ты себя так надрывал, непонятно. И, в общем, нет мотивации. Во-первых, это где-то от 3 до 5 лет, это период восстановления тела, энергоинформационное, физическое тело, то есть это санатории, потихоньку, потихоньку придерживайте этот уровень и трейте, да, но как только вы накопите энергию, сразу уходите в инструменты. Сразу в инструменты. То есть я до сих пор, где-то до, наверное, с августа, или когда стал Андрей отвечать в директ, до этого 14 лет я впрямую с каждым общался. В WhatsApp я до сих пор впрямую общаюсь, мне иногда психуша берет, потому что, когда у меня было 100 тысяч подписчиков, это еще можно. Сегодня полмиллиона почти, нереально вообще. То есть я вот утром ответил, к вечеру 100 сообщений опять, и ты же путаешься уже. Поэтому в инструменты. Сегодня там АМАСРМ что-то есть, там Битерс есть, в общем, куда-то туда, кому надо, провалитесь, сами так не делаете, умрете. В общем, не надо дрова рубить топором, купите уже этот, ну. Ага. Вот. Поэтому здесь нужно посмотреть, здесь набор энергии, здесь энергия нужна. После выгорания? Когда ты уже выгорел, мы сейчас поработаем, потом накапливаете энергию, где-то в течение полутора лет, год, два года где-то. Не надо себя убивать. То есть вы должны сохранить здоровье и доходы, которые сейчас. Год-два себя восстановите. Потому что если у вас не будет энергии, никакие инструменты не помогут. Ничто не поможет. Вот это, то, что я вам сейчас говорю, не понимают, кому там 30 лет, кому 35 лет. Всем, кому 40 и плюс, все понимают, что это такое. Потому что раньше ты занимаешься спортом, это называлось зарядкой. Сегодня ты занимаешься спортом, ты спишь 3 часа потом. Что за зарядка такая? Вот я сейчас занимаюсь спортом, и у меня, ну, подъем. Я раньше не понимал, почему люди ходят в спортзал вечером. Да? Потому что если ты с утра позанимаешься, весь день у тебя, ну, смотри. Да? А вечером позанимался и спать, все, ну, как бы, нормально. Сейчас я только, меня поднимает плавание, я плаваю, у меня энергия, у меня слабость, но энергия есть. Но в любом случае, всем, кому 40 плюс, здоровье себя чуть-чуть берегите. Уже не 20. Разница между 38 и 42 – пропасть. Я не знаю, я когда к маме в 42, я к маме говорю, мне так плохо. Был гениальный ответ в обратную сторону. Ты просто не знаешь, что такое 62. Что ты раздумался? Ты просто 62, просто удивишься очень сильно. Давай, привет. Мне 43 года, как раз продолжение вот этого. Я пришла за этим. Я поняла, что моя жизнь вообще перенервулась. Мозг просто у меня отключается, организм тоже вырубается. Я пришла за инсайты. Я посмотрела ваши истории, и я, может быть, я лежу на вас то, что мне сейчас не будет какое-то решение. Здоровье – это деньги, работа. Хорошо. Здорово. Хорошо. Вы записываете там? С чем пришли? Я пришла на вашу работу сезон, чтобы не говорили, что вообще надо было. А, вы были? Да, прошла. Ага. Вы где были? Вы там же и сидели или нет? Ага. Хорошо. Когда я с горожей пришла, мы сегодня не перебивали. Давай. Ага. Но они, не знаю, в актуальной примере, что они не были интересны, как коры не отправляют, чем моя пища была раньше. Зачем тебе? Зачем тебе? Конечно, я постоянно сны вижу, и они сбиваются. Что ты видишь? Запоминай память. Ты что? Аллергия? Незнание. Я очень сильно чувствую людей. Я заранее вижу ответы. Понимаете? Понимаю. Я тоже. Я спрашиваю, потому что на камеру вообще мне идти. И мне это влияет, может, из-за того, что я женский пол, институтальная. Ага. Я чувствую, и если им плохо, мне тоже плохо. Нормально это, да. И меня это не мешает, чтобы мой фокус не сбивать. Понимаете? Понимаю. И еще аналогично с Алтын, что много информации, знаний, и иногда бывает сопротивление, как будто микс каши в голове. Хочется вот так сделать, а-а-а-а, сделать, понимаете? Э-э-эй, вот так вот, понимаете? Хорошо. Вот, и я чувствую, что я не могу делать. Вот это, Вы же сказали, там выгорание, после этого надо сделать год или два, чтобы на пол. Я сейчас нашла ответ благодаря вашему поведению. Я в этом стадии уже, наверное, второй год. У тебя сейчас нормальная энергия, уже можно, да. Я набираю, но... Финансовые моменты все будут, но мне важно в процесс не цель достичь, а до цели идти с наслаждением. И эмоции, понимаете, эмоции, я за эмоции. В бизнесе эмоции так особо ты не дождешься, особенно если ты за деньгами пошла. Да? Да. Есть бизнесы, которые делают для удовлетворения собственной души. И не важно, он там банкрот будет или будет вообще, или не будет, что будет, не важно. Но когда ты делаешь бизнес, это мне недавно объяснял один миллиардер. Он говорит, когда ты делаешь бизнес, это как война. Сначала ты подтягиваешь границы ресурсов, а потом нападаешь. То есть, если ты не подготовился и не подтянул границы ресурсов, ты проиграешь. Поэтому какое удовольствие в подтягивании ресурсов, я не понимаю. Если это сам процесс тебе нравится, то может быть. Да. Ну тогда инструменты добавляй. Сейчас, если ты будешь, ну, начинаешь новый этап, добавь инструменты, подготовь ресурсы к следующему старту и стартуй. Нет, 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 нет. Если ты касаемо социальных сетей, 10 виллсов в день просто делаешь в ТикТок, Инстаграм и в Ютуб. У тебя появится опыт. Смотрите. То, что касаемо... Кому соцсети нужны сегодня еще? Вы. Нормально. Смотрите, если тебе нужны соцсети, и ты хочешь стать популярным быстро, и если ты хочешь популярности через год, 5 виллсов в день. Если ты хочешь популярности через не полугода, 10 виллсов в день. Почему 10? Потому что у тебя появится опыт. Представь, средний блогер выставляет 1 виллс в день, в лучшем случае сейчас уже даже то миллионник. Кроме Диндары Саджан. Та вообще не успокаиваются. Откуда столько энергии, не знаю я. Но представь, если ты будешь делать 10 виллсов в день, через год у тебя будет 3000 там... А, сколько это? Да, 3000 с лишним виллсов. Это какой опыт перед камерой? Ты обгонишь просто всех, кто рядом. Быстро. Потому что если ты будешь это делать медленно, ты проиграешь. То есть, ну, толку не будет этого. А если стеснение? Оно у тебя через месяц пройдет. Если ты будешь делать 10 виллсов в день, через месяц тебе будет пофиг, что там... Будет неважно уже. Только опыт. И у кого больше опыта, тот и выигрывает. Хорошо? Тебе будет потом жалко, когда ты посмотришь, как ты инстаграм откатил назад. Второй раз, когда ты начнешь, тебе будет это жалко, и ты подключишь мобилографа. Или SMM-маркетинг. SMM-щика. Я пробовал сам делать, писать 5 виллсов в день. Я выдержал 2 или 3 месяца. И потом выгорел. Потом, когда начал заново разгонять, я опять до того же уровня разгонял и на том же уровне умер. И потом взял мобилографа. Невозможно, нужна команда, ты не сможешь так. Но какой-то опыт пройди сама. Первое выгорание, когда все задолбает, дойди. То есть, первое все-таки самостоятельно? Самостоятельно, да, своими ногами. Он с тебя не вытащит твои ценности. Он не вытащит твою аутентичность. Потому что под копирку, под кальку все могут говорить. Но ты должна свое вытащить. Можно? Да. А вот в шорце же, то же самое. В ютубе есть шорце. Там, по-моему, полторы минуты или минуты. В тиктоке до трех минут. В инстаграме тоже до трех. Или две с половиной. Вы можете делать одно и то же, да. Есть кто делают разные, но можете одно и то же. Единственное, в тиктоке можете лайф такие позволять. Сняла там что-нибудь на базаре и закинула туда. Это ты научишься зацеплять. Поэтому же говорят, в конце я расскажу. Он не может за тебя делать 10 рельсов без тебя. У меня, думаете, инстаграм вылезанный? У меня же барахолка там, посмотрите. Пусть будет. Вы пока себе наберете полтора миллиона подписчиков, пусть будет, что угодно делаете. Потом вылезете это быстро. То есть, касаемо твоей центральности, неважно, в день с утра на реку что ты делаешь, можно все выкладывать? Да. Вы думаете, для чего камера здесь стоит? Мы потом это режем и вы в рельсах видите. Поняла? Потому что невозможно писать постоянно новый контент где-то в студии. Вы такого количества не выдадите. Просто потом вот это, и все. Режете. Короче, можно писать подряд. А потом разберетесь. Вы не знаете, что нужно вашей аудитории. А когда вы делаете 10 рельсов в день, вы через 2 месяца уже понимаете, какие вопросы цепляют, какие нет. Мы же советские люди, ну, в смысле, вот, ну, вот, бассенковские, мы же снимаем, закидываем, и как будто нам в рожу плюют, кто не смотрел. Так же? Мы же себя униженными чувствуем, что они не смотрят. Я же старался. Никак. Поэтому, говорю, 10 в день. Нет, точно. 10 в день тебе некогда будет смотреть. Ты даже, ну, ты даже, и читайте эти комментарии, вообще не слушайте никого, просто делайте. Потом очнётесь, у вас уже хотя бы 200 тысяч будет. То есть, на компьютерах не смотрят, да? Ну, говорят, лайки ставите, да? Я иногда ставлю, но я, если вам прям ещё цепляет вас, то лучше не смотрите. Когда у вас, вы поймёте, что это ничего страшного, это, знаете, как, говорит, а когда вас не было, мы, говорит, про вас говорили. А когда меня не было, вы меня можете бить вообще. то есть, вообще пофиг. Вот. А? То, что блогер, хейтинг и там осуждение. Вы просто маркетинг не изучали, даже когда хейт, это реклама. То есть, любой инфоповод это реклама. Даже если ты там, ну, какая разница, завтра, когда увидите, что я гей, это, короче, инфоповод будет. Плевать мне вообще, понятно, я буду смотреть и ржать просто. Понимаешь? У нас же все чуть-чуть популярны, всё, гей. Этого, этот Альбеков уже замучился отмазываться. Я не такой, не такой. Это люди, которые вы, вы чуть-чуть изучите маркетинг, потому что вы будете понимать, хейт тоже реклама. То есть, любой инфоповод это реклама для тебя. Завтра плохой повод, вот этот хейт какой-то, его забудут, а лицо твое запомнят. Люди не помнят, люди помнят картинки, они не понят, что там было. я один раз довел свою аудиторию до того, знаете, с йоги выхожу здесь, там открытие было йога-клуба, и вот так девушка такая, ты же этот, подожди, вот так на ней держится, ты же этот, как его, ну, трахаться надо. Это же ты? Я говорю, это я, да. Я думаю, так, кажется, где-то передавил, надо, ну, чуть-чуть, помягче, как-то об этом всем говорить. Вы сейчас пришли? Да. Да. На самом деле, я не запрашиваю, что мы красиво. Без ожиданий. Да. Круто, лучший клиент. Хорошо. А ты когда упахалась, так скажи? А? Когда ты так упахалась? Да, за вот последний год. Кем работаешь? Учителем. Что преподаем? Учителем. О, уважаемый человек. В соцсетях есть? Нет. Почему? Ты в университете или в школе? В школе. В школе. Вот знаете, меня очень сильно удивляют учителя, особенно вот эти вот, которые там, кандидаты наук, доктора, да, у них полная башка информации, да? Выгрузите это в YouTube, пожалуйста, или в Instagram. Вам жалко? Лень. Что значит лень? Ты все равно ведешь уроки. Поставь камеру. Есть. Чего? Ты каждый день на аудиторию говоришь? Какая разница? Ну, там, какая-то полная. Короче, поставь камеру. У тебя будет потом хай-левел этот, репетиторство. Поняла? Смотрите, когда стоит камера, мы чуть-чуть собираемся и начинаем контролировать каждое слово, да? В какой-то момент, когда это будет там 20-е, 50-е съемка, тебе будет все равно. Но у тебя выстроится модель поведения перед камерой. И ты будешь объяснять так, чтобы было не только ребенку понятно, но и тем зрителям, которые тебя смотрят. Это совершенно немножко иная подача. Маленькому ребенку объяснить и взрослому разница. Но ты должна давать контент так, чтобы мама поняла, что ты объяснишь. Тогда у тебя очередь будет. Очередь будет. Вот так денег в репетиторстве. Я же знаю. Я же плачу за детей. Я же знаю. Мы капец платим. А попробуй найди, кто математику нормально объясняет. Поняла? Здрасте. У меня финансовая проблема. Кем работаешь? Не говори, что ты преподаватель и в кредиты залезла. Английский преподаватель. Почему ты в долгах? Сколько у тебя кредитов? На какую сумму? На миллион. На миллион всего? Ну, для кого-то сегодня не дают больше. Я даже не дают дальше. Английский нужен сегодня всем. Я тоже плачу, я знаю. Я сам учу английский язык. И я его учу уже наверное третий год. И у меня нифига не получается. С упорством плачу и вот типа делаю вид, что учим мы. А у вас есть желание. У меня есть потребность, но пока такого желания сильно нет. Заходи. О, привет. Частливый, красавчик. Денег в этом много. Училка английского видела? 150 тысяч долларов в месяц зарабатывает. Подпишитесь в инстаграме училка английского. Сколько? 150 тысяч долларов в месяц зарабатывает. На английском языке. Поняла? Посмотри, может, не 150, 50 заработаешь, хорошо уже. че-то. Так, мы с тобой уже разговаривали. Про себя расскажи, про мужа рассказывал, про себя расскажи. Это прям мечта, минимум затрат, максимум пользы. Мне понравилась медитация, вот, женская, потому что обеспеченная, обеспеченная. Обеспеченная, обеспеченная, да. Вот это сочетание не очень. Да, да. Ну и потом поотдал. Потому что что, мне с этим позвонили. Правая, левая? Левая. Это, естественно, я уже давно. Кто тебя так задрал? Мама? Или кто тебя достал? Что за женщина такая все поучает? Это кто? Это обычно свекровка, мама или дети? Кто это? Наверное, у меня мама доказана, как бы, если сочетание дожаево. Скоро, это как тысно. У меня с короткой тоже было. У нас, как бы, с ней были и раньше такие. Стычки? Да, потому что я вредная, она въезду не может. Ну ты вредная, да, по тебе видно. А? Да, садись. И поэтому мы, сейчас-то нормально, с туманной моей я уже 877, спецбези. Ага. Нет. Так не знаю. Хорошо. Угу. Вы с чем пришли? В белой бейсболке, да? На одну месяц застряла, потому что где застряла? на работу себе. А? На работу себе. Сумма какая? Кем, кем работаете? Я за складом. Ну, не знаю, я. Честный за склад, видимо. Что-то, говорит, финансовый потолок не могу пробить за складом работы. Ага. Он работает, зарабатывает? Нет, он хочет, чтобы я зарабатывала. Он хочет, чтобы я сейчас уехала в Корею, а он дома будет. А вот ты едешь. А вы знаете, что это развод будет? Это развод. Ты когда уедешь, то он тебе не нужен будет? Он здесь един останется. У меня это вот, я селик у нас еще. Смотри, сальчик у меня продает. О, он что, маменькин сыночек или что? Нет. А что? Абсолютно нет. У него, вообще садится, у него отношения. А где он привык тебе ездить сразу так? Откуда у него привычек такая? Ну, привычка с 2002 года. А что там случилось в 2002? Он работал в Орландии, в футболские дома служил. Там с другом что-то там на химике или на госяте. Их выгнали. Да, после этого он только что в охране работает, то там еще и гуляет. В смысле, гуляет? У него любовница, если что? Ну, как бы, как бы, он сам мне говорит, что двигает, как-то двигается, сверх датая, что он подброс. А это у тебя так в открытую говорит? Да. А что ты в Южную Корею туда не едешь? Что? А? Ты почему терпишь, скажи? Ну, я сама не знаю, почему я терпишь. он к тебе так неуважительно относится, почему ты терпишь? не знаю, у меня дочка говорит, 20 лет. Мама, разве есть тюрьмы? Ты всю мою теорию сейчас ломаешь, знаешь, с мамой хорошо, и я терплю все равно. Почему ты терпишь? Ты из-за денег с ним нету денег? Из-за квартиры что случилось? Идти есть куда? Есть квартира, если разведетесь? Нет. А почему тогда нет? Ну, как я им плачуру, мне отданки тебе за мной, хоть и взрослый. Так вот, чего выгнать? А он не уходит? Нет, он говорит, найди мне женщину, где он плачуру. Жесть еще. Я думаю, вот эти вот в коробках потом новую жену выносят, это так избавляются от мужа, или что это? Почему я теперь не могу звонить по этому я же обещал не материться, ладно. Он что сказал? Мне тогда ничего не было. Совсем плохо было? Совсем плохо было. Парализовала потом на сей сети было? Да. А, ладно. Хорошо. Я расскажу что-то такое. я надеюсь. Я расскажу все, то есть ничего не бойтесь, потому что мы сейчас теорию немножко... Давай, с чем пришла? мне 40 лет замужем. Разведенная или никогда не была замужем? Дети есть? Да, для себя живем. Ага. здоровьем. Что со здоровьем? Со здоровьем что? Вообще варить на детям сколько лет? А, ты где-то в 35-е, да? Молодец. Вообще, смотрите, всем у кого... Депрессия. Вот я понял, мы сейчас поработаем. А что у меня я постоянно сударей или на детях? Я не знаю, но, во-первых, сначала анализы сдай на калий, а потом посмотрим. Мам, все приходит. Мам, мне покрестим. Постань. Сейчас поплачем, покричим еще. Смотрите, вас много, да? И мы сейчас будем работать, я подойду к каждому. Единственное, я не смогу тебе в голову залезть и сказать, а не думай. Да? То есть у всех будет где-то примерно час-полтора. Ваша задача не подглядывать ни за кем. То есть будьте в своих процессах, потому что это, если получится, вы прям зайдете, вы прям почувствуете легче станет. Цели нету, чтобы плакать обязательно. Кого-то будет просто качать, кому-то будет там, кто-то будет просто плакать, кто-то будет смеяться, в общем, ни на кого не смотрите. Если есть такие, я ничего не чувствую, со мной ничего не происходит, забейте, дышите. А если я вот чувствую, что у меня плохо и долина поднялась, это не опасно? это не опасно. Что-то, если у тебя не инсульт, ну, вчера был, не чувствую, да, ведро керкуем, дадим подорвать. В туалете все узнаете, где сначала. Ну, вот, вот, чтобы вдруг не донесете. Понос, тошно, тошно, то рвота нормально, головная боль это тоже хорошо. Тащикардия сейчас, вот, что у тебя, вот, это, сердце трясется, это тоже окей, это нормально. Это, мы уже работаем, потому что, как только вы зашли, уже все. С утра начала. Ты с чем пришла? Я четыре месяца назад мужа при тебя. Ты прям вовремя, конечно. Что с ним случилось? Тром. А? Тром. Сколько лет? Семь, пар. Короче, ага. Я работала в предприятии в школе, в начале два раза когда попала в больницу, я уволилась. Ну, вообще, я психолог у меня не знала. О, я начинаю в этом направлении, а сейчас в первое сентября поступает. В школу хочу. Не то, что тело не хочет, а понимает, что какая-то страбильность, а здесь начинают. Сколько ты в школе потеряла зарплату? Какая-то? Ну-ка, расскажи. 300 тысяч где? Хорошо платят, сейчас стали. Ты цену за сетю какую хочешь брать? Или берешь? Я беру 25. Уже сейчас. 45 коучинга все середины. 45? Коучинг. У тебя стаж какой? Чего? Коучинга. Как ты давно уже принимаешь людей? Я постоянно полгода, год, два. Давно. Ну, чего ты там испугалась тогда? 45 в час, 300 в месяц, что ты боишься? Ты на этом сколько зарабатываешь? На коучинге и на психологии? Месяц примерно. По-разному. Озвучь просто. Ну, где-то дальше, 200. Ты что боишься? В смысле, было 600, теперь станет 200, да? Нет, просто видите, через два месяца поступаем в права наследства, сейчас кредиты заморозили. Ага, и будут кредиты? Платежь будет в месяц около 600 тысяч. Тебе надо 900, чтобы поставься при своих? Да. Знаете, вот очень, как начал делать сушку. Я думаю, бывает состояние, когда вот это, я вроде как психолог сама себя оттаскивала, но я понимаю, что я на маму хотела это, и видно, прям сложились. Ага. Я с психиатрами с ними разговариваю. Молодец. Ага. И я говорю, вот если мне надо в этот раз, пусть деньги вот так упадут, они у меня вот так упали. Просто. Огонь. То есть, надо, я говорю, на такси было, поесть не было. Я говорю, ангел, если хотите, я на воде приеду, если хотите, чтобы я перекусила, пусть они упадут, они падают. Супер. Я так просто. Но у меня вот здесь, я просто, у меня состояние бывает, что я сейчас одна дети, сепарации, как бы помните, потому что если я в последний не сможем жить. Мне сейчас он просто телески не хватает. Сейчас мы поработаем. То есть вот, и у меня как будто, бывает, что я хожу по дому, и вы знаете, как будто ориентировка пространства, я теряю, я не понимаю, где что со мной. Хорошо. И вот здесь какая-то... Это боль это... Я проваливаюсь потом себя, как менталозу поднимаю, потом опять... Смотрите, в тром, в тром когда срывается, да? Значит, что вот... Просто, я же когда... Извинись, когда это... Вы сейчас говорите, что это твой выбор. У меня какие-то видения, я же хотела, к чему его дал, ну, привести, вот, спад энергии, то есть он перестал развиваться, я это видела. Я в январе ему сказала, говорю, я говорю, знаешь, если ты сейчас выбираешь жизнь, я беру тебя за руку, и мы с тобой вместе идем. Ты говоришь, надо ходить, я буду с тобой ходить. Надо туда, я с тобой. Он промолчал, я говорю, ну, если ты выбираешь другое, я говорю, это твой выбор, я его принимаю. Но как только я его отпустила, все, да? И произошло, и у меня было чувство единое, что благодаря своей энергии я его просто не спасла. Коучинг где-то это проходила? По-российскому. 900 на коучинге, тебе нужно, сколько это, 20 клиентов? Один в день? Это же даже не нагрузка. Инстаграм есть? Да. Сколько подписчиков? 500. Тебе, тебе вот прям, 10 делился в день? Перескажи весь коучинг, всю психологию, все, что помнишь сначала, потом возьми книгу и тоже пересказывай со своей интерпретацией, Педагога не только. Можешь затронуть? Там тоже много психологии. Ты детский педагог? Да, начальник класса. Просто я еще тренер 9 лет. Тренер чего? Уровневым программ, я обучаю учителей республики. А, ты крутая тетка, да? Ты крутая тетка. Я сейчас зарабатываю. Вы видите, вот знаете, все, что касается денег, надо вот так из людей щипцами вытаскивать. Они сразу не могут сказать, зарабатываю там, сколько там, 500. Надо мне 900. В общем, понял. Нет, просто я два года на пяти работах разных работала. Не надо, вот это, ну. У меня просто было выгорание. У меня сейчас просто, вот как говорите, вы телезма. Тело болит, да? Да, у меня тело просто. Какой-то был период, что я вообще не хотела ничем заниматься. Здорово, ничего. Поэтому, наверное, вот это было, ну, как подсознание говорит, что я устала, и поэтому не дает. Сейчас выгоребим. Насчет прошлой, сейчас этот, чуть пройдемся, насчет прошлой жизни, да? Не всем это надо смотреть. То, что ты там видишь заранее какие-то события, это точно не отсюда. Тебе не нужен, тебе регресс. Почему? Это прошлую жизнь посмотреть, кем моя душа была в прошлой жизни. Твой же запрос был? Не надо. Почему? Потому что этот процесс идет три часа где-то примерно. Его можно, конечно, ускорить, но, короче, он все равно три часа идет. Почему? Потому что человек, когда туда, если в это состояние попадает, он здесь должен умереть. То есть ты свою кончину увидишь. Почему умирают люди на регрессе? Потому что все инсайты почему-то во время смерти. И сердце останавливается здесь физически. И вообще это нифига не шутки. Вообще, я раньше это делал в прикол, если честно. Ну, где было и прикольно, что там люди делали. Потому что люди какие-то небылицы рассказывают, да? Начинают говорить на языке, которого не знают там. Очень странно себя ведут. И ты вот сидишь, думаешь, казашкин говорить на русском с акцентом и начинают на старославянском чисто говорить. С хера вообще. И ты вот сидишь, смотришь, ну, что происходит? Поэтому я где-то этим занимался где-то полгода, по-моему, или год. Я вот над людьми издевался. Они у меня все в эти регрессы заходили. И в какой-то момент я отследил, ну, я увидел реально, что человек просто умер. И потом его шапалаки, там, я не знаю, там, все лицо чуть-чуть не разбил ей. Она прям умерла. Ну, в смысле, умирая. Да, да. То есть в этом процессе человек физически как-то сложно? Я не знаю, ни разу не умирал, но в смысле тело становится холодное, прям то этот, ну, останавливается все. Потом перезапускается заново. Вот так вот. В общем, очень... А он это осознает? Он не может... Он осознает, но не контролирует. Вот так это. Потому что я была в этой версии. Да, да, да. Но я не умирала. Я не умирала. Ты видела смерть? Да. Ну, значит, прошло легко еще у тебя. Потому что есть, бывает, они прям впадают в это состояние. Очень тяжело туда его выковырять. А в таком клинике? Ну, что-то похоже, наверное. В смысле того, что он, может быть, просто нельзя, дальше какие-то ревнения есть? Там, в общем, у девочки, у девочки было, знаете, что она, когда слышала про, что ребенка там изнасиловали, убили или что-то, у нее все, она на две недели выпадала прям из жизни. Она вот падала и вот не вставала. И она все прошла, что было, ничего не помогало. И когда мы с ней в этот процесс, этот процесс вообще случайно получился. Я тогда вел двухдневные тренинги, и на второй день уже такой, знаете, лайтовой медитации, там вот все уже, шлифовка такая. И она сидит, мы обедали просто, и она такая, вообще этих всех козлов за яйца надо подвешивать на площади. Вот ни с кого, ни с сего. И все так на нее смотрят. Я говорю, ты про кого? Ну, вот этих, кто детей там убивает, насилует. Все, я понимаю, ну, глаза не там, все. Я говорю, все, пошли. И она, оказывается, там, она попадает в концлагерь, там, с ребенком, еврейка она была, что ли, короче. В общем, ребенка убили. Она с этим трупиком вот так ходила по концлагерю, над ней все смеялись. Потом она посидела, с ума сошла. Ее в этот, в могилу просто толкнули уже, надоело, и закопали живем. И она вот умирает, да, то есть этот. И там мне же нужно поймать в этот момент, когда ее вернуть обратно. И я ее чуть раньше вытащил. И она вот вернулась вот этой сумасшедшими, с сумасшедшими глазами, начала рвать волосы там, что-то лицо царапать себе. Я думал, это маски там не сходят, давай маски сдирайте. В какой-то момент я понял, что это, ну, не она. И я опять ее туда погрузил. И она, и я уже потом думаю, вот сдохнешь, потом вылезешь, потом поговорим. И я уже не приводил ее в чувство. Она вот ушла туда, потому что, оказывается, у души она такая медленная происходит. Человек медленно умирает, и непонятно, когда там, ну, произошло. И вот мы сидели, ждали, когда она потом умерла, вернулась, и с этого момента все. Это как сказки, но это, ну, вот так бывает. А тебе не надо, я тебе сразу говорю, тебе конкретно не надо, забудь про это. То, что ты в астрал выходишь и там что-то там заранее знаешь, это другое. Это не с этого. У тебя астральное путешествие вообще лучше без инициации не лазь, где попало. Потому что всегда будет где-то пробитие, где-то будет этот, то есть пока ты это делаешь неосознанно, ну, старайся туда не ходить. Куда? В астрал. В астрал. Когда душа из тела выходит и начинает путешествовать во времени туда-сюда. Можно этот человек, если я была в Ватикане, и там, получается, когда ты выходишь, там очень узкий кридор, и чтобы посмотреть вот эту достопримечательность, там людей ведутся вниз. И там такие низкие потолки, и вот я туда зашла, дышать нечего, и у меня после, я придумала... Кунические атаки? Ага. Я думала, я там не буду, и вот на месте, когда вышла, все время, когда я была в Ватикане, мне было плохо. Как только я оттуда вышла... Надо было достоять там. Мне полегчало. После этого я приехала в Ватикане, я начала бороться, начала бояться, замкнутся. Тебе надо было там достоять чуть-чуть. Я вообще не поняла, что это... Тебе надо было там умереть, в общем, стоять, и пока не выйдет, не уходить. То есть это может, да? Это огромные сгустки энергии, тебе из-за этого плохо. Это вот как сейчас, меня вот сейчас волнуется, когда приходило, то же самое. Это вот Адам и Ева в ЮКО есть, да, вот это место, где между скал проходят. Слышали же, да? Святой. То же самое. Все, у кого есть там зажимы, сущности, какая-то фигня, тебе становится просто там дурно. И все. Да, да, да. Я Адам и Еву не прошел, видимо, еще этот, но, Грешин, каюсь, что делать. Мне говорят, иди подмышку залезть, тебе хватит там. Там подмышка такая, ну, там стоя можно пройти. Давай. Вчера у меня был чекап, и по анализам вышло подозрение, ну, так говорю, а на самом деле вышли, что у меня это, рак. Чего? Шеки-марфин. Сейчас? Вчера вышло, по анализу. Вы биопсию сделали? Подозрение, Мэксию, по анализу. Биопсию сделали в сентябре, там, 3-го года, вот тогда вышли, сам Млайдолдер. Я вот на наблюдение и учусь. Все классно. Уже успехи не дуны. И почему-то вчера по человеку мамы чекапи вообще от того, которое мы начались, на другие рецепторы вышли положительные в самом деле, да? И у меня было такое ощущение справедливости, потому что я все выполняла как отличница. И не знала, плакать, плакать, но почему-то я держала себя в силе. умирать всегда страшно, это просто мозг блокирует. Во-первых, в этот раз в письмо прощения зайди. Я не обещаю, что прям выздоровление пройдет, но в письмо прощения зайди и прости прям эту болезнь тоже прости. Я недавно в инстаграме выкладывал, помните, там часть вот эту, где вот часть, которая болит, там защита, там вот это. Вот это делай хотя бы один раз в день. Прям свою матку вот эту и вот свой этот туда. Все. А как бить? Нет, свою матку что вам не надо говорить? Что сказать? Сейчас мы сделаем, подожди. Там надо договариваться с той частью, которая у тебя болит. И когда ты договоришься и простишь, в общем, там тоже есть такой эффект. Если честно, там комментарии пишут, я вот сам удивился, что настолько обратная связь такая вышла. Недавно рилс был, я не только хрен, там в ленте посмотри, последние 30 пересмотри, где-то там есть. Вот это делай с этим. Письма прощения ты зашла, пишешь? Письма прощения в тот раз тогда я была, вы советовали уже, но я не поняла. Короче, дорогая, дорогая, я поняла, что надо один раз сесть за всех писать, Каждый день, да. Дорогая отличница, зайди туда и сделай, как я тебе говорю, ладно? там всегда есть что-то, ты найдешь того мужчину, на кого обиделось. хроническая усталость, мы сейчас телеску будем делать, здесь мы ее проработаем, вот эту хроническую усталость. вот это мы 10 вился в день полгода хотя бы, каждый день отношения. я уже наверное амбассадор стал этого Алекса Лесли, в общем Алекс Лесли охота на самца книжка называется, ее читайте, потому что там боевое НЛП, ну прям реальное НЛП, вы можете есть охота на самца, есть жизнь без трусов, жизнь без трусов это для мальчиков, охота на самца для девочек, не нужно ничего ждать, у нас мозг работает совсем по-разному и мы к событиям относимся по-разному, поэтому нужно понимать, что происходит у него и нужно понимать, что происходит с тобой, чтобы не попадаться на уловки этих пикаперов, то есть вам надо же две книги прочитать, первая охота на самца и потом если хотите жизнь без трусов почитайте, вы просто офигеете, вас там на молекулы всех разложили, вы не представляете насколько вы доступны, когда вот если мужчина это знает и вы не представляете насколько мужчина примитивен, если ты поймешь его вот эти вот куда нажимать, там две кнопки эго только и альтер-эго мы же привыкли на свиданиях ходить с одним, да? а есть люди, которые свидание устраивают, пятерых зовут на свидание, чтобы была конкуренция за тебя, дышите, девочки, прям вот здесь да ты можешь в один клуб пятерых туда пойти познакомиться и они будут конкурировать за тебя ты можешь создать конкуренцию там, где ее нету ты можешь говорить вот мне мальчик в сумку завез вот такой молодец вот за мной постоянно ухаживает на работе все у мужика там включается в голове пофиг вообще мужчина примитивен я вам еще раз говорю женщина тоже не сильно этот ну как бы но мужчина очень примитивен с женщиной главное как суп варить вам туда конструкт в голову закинул и надо подождать оно там само доварится понимаете вы сами придумаете все за него он вас на свидание зовет вы уже от него 12 детей родили в голове и поэтому потом разногласия да ты семью создавал а он потрахаться хотел и отношения совершенно разные не попробуй там мужику скажи я хочу семью нету на следующий день да поэтому отношения туда гармоничные отношения теперь если гармоничные отношения ты можешь создавать тогда когда есть насмотренность когда ты понимаешь такого хочу такого не хочу поэтому создайте конкуренцию посмотрите сами поймите это знаете есть такое упражнение 20 воздушных шаров пока тепло возьмите дарите 20 парням за которых бы ты вышла замуж которые понравятся у мужиков говорят я бы вдул да вот такому кому у вас как говорят не знаю в общем по одному шарику и вы увидите насколько ваши претензии будут снижаться с каждым часом потому что вы задолбаетесь с этими шарами ходить ходить да и все понятно да вы с небес на землю спуститесь сквозь ваш блять тест никто не пройдет сегодня вот с Испании одна звонила красивая девчонка с сексом от нее воняет прям они здесь сначала трахаются потом в отношения вступают и никому не дает кто-то хоть прошел хоть один там конкурс блять извините понимаете то есть слишком много претензий потому что вы выбираете на всю жизнь мужчина выбирает на одну ночь а как надо да выбери на одну ночь там муж останется знаете как это как надо это когда домой заходишь к нему и говоришь что ты любишь на завтрак хитрее надо быть что я просто почему этот вот алекс лэсси так этот потому что когда вы приезжаете в дубай и вы смотрите тех акул женщин кто был в дубае верили там женщин это же акулы они не ждут никого и когда у них мужчина свой есть миллионерчик вот ты напущенный выцвет к нему не подойдешь а вы сидите чилить их там конкуренция дорогая просто там выхлоп другой ты здесь ловишь 300 тысяч в месяц а там ловят миллион долларов в месяц и надо соответствовать да и конкуренцию на всех разгонять вокруг чем-то его зацепить надо я понимаю конечно что ну как бы этот не хочется напрягаться но напрягись уже чтобы муж зарабатывал больше во-первых его нужно хвалить за то что он уже сделал и у мужчины вообще всего две кнопки одна называется похвала вторая восхищение и даже если ты кнопки перепутала резко перестраивайся в другую сторону ничего не заметит тебе будет казаться что это очень грубое что-то это но он не заметит маленьких сынков которые люди эмпатичные которые знают твой день рождения и помнят день рождения твоей мамы их нужно хвалить ты такой хороший ты у меня такой он тебе все принесет ты меня слышишь нет а если ты если он достигатор восхищение тигр там ты у меня ты мой ты самый как ты лампочку круче тебя никто не вкручивает ты вкрутил и спас всю семью то есть ты начинаешь прям утрированно его захвалив восхищаться и вы думаете он подвоз заметит он верит он верит что он тигр эта женщина начинает захваливать просто я голову помыла а мужик верит а он верит да мы же про акул говорим манипулирует что-то во благо же какая тебе разница жалко тебе две кнопки хоть как-то себя не веди все равно ты будешь манипулятором и вот бывает там же от настроения зависит ты такая все тигр ты там да 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 чувствуешь не залетает все ты такой хороший ты у меня молодец все и он не заметит даже вот этого перепада потому что то и вот и она и она вот так закружила вот такая маленькая понимаете то есть хвалите больше прилагательных и все мужику больше ничего не надо если мужчина твой не зарабатывает значит ты ему в паруса не дуешь если и потом знаете есть такой момент когда вот она говорит в найме он да мужчина когда он пытается уйти с найма не задавать тупых вопросов типа на что мы будем жрать ты сама его за жопу держишь и хочешь чтобы он больше зарабатывал но там тех денег где он сейчас работает которые ты хочешь их там нету если ты хочешь лучше жизни иди на риск но рисковать ты будешь его задницы все равно не своей какая тебе разница вообще услышала делаешь же так честно ну хочу чтобы больше зарабатывал врет восхищение это это как эквалайзер одного и того же да то есть он ведется ведется мужики ведутся единственное знаете когда он достигнет определенных высот ему должно сделать так чтобы башня сорвала потому что ему действительно будет казаться что он полубог и начинаются любовницы там по головам ходит домой не возвращается то есть в этот момент его тоже вы должны держать но чтобы его правильно держать ты должна создать конкуренцию ты должна быть не жертвой а ты должна быть такой знаешь до таких как ты еще там 20 человек меня ждут поняла потому что если ты такой не станешь завтра ты будешь как жертва всегда в его подчинении это надо показывать то есть своим видом вниманием мужчин то есть ну привлекательностью своей да как только вот разница большая все вы его теряете как только разница в деньгах большая вы его теряете бывает так что женщина не выгребает те деньги которые он приносит то есть он приносит больше чем она может переварить это тоже большая проблема и сначала она что начинает она сначала не может себе позволить что-то потом она начинает себе позволять и потом она становится богиней ей кажется все что он делает это ее и что такая женщина делает она начинает все переписывать с него на себя или на свою маму и как только она начинает это все переписывать это уже она готовится к разводу мужик останется с голой жопой в оконцовке вот так таких примеров надо много ума не надо вы с этим сами справляетесь не переживайте у вас это где-то прошито там понятно но если у нее башни не срывает будет кратно больше потом денег кратно больше будет и у мужика тоже если чердак не поплывет следующий день будет кратно больше если поплыл любовница этот все вниз камнем летит очень редко когда ты меняешь там жену на любовницу чтобы резкий был подъем это надо прямо на качественную женщину поменять таких мало которые прям по-настоящему любят не всем так везет одну хотя бы найти а не то что пятерых там это знаете очень много предпринимателей вот так там поднимаются поднимаются с одной женщиной поднялись так может вторую жену найти там что-то вот так начинают остановись ты при своих вонных надах поднялся не усложнять схему оставь зачем ты новую новую неизвестную вводишь туда задачи с несколькими неизвестными решаются намного на порядок сложнее чем с одной неизвестной вот живи с одной неизвестной разбирайся там с одной женой не надо пятерых там троих куда мы все обсудили когда шарики дарить просто дарить или что-то говорить просто можешь говорить да вам не понравилось это вам или просто можешь говорить это вам давай есть практика выйти там денег просить это да да ты можешь озвучить смотрите есть момент когда ты озвучиваешь сумму тебе дают столько сколько тебе надо бывает у человека там допустим вообще лучше не фиксировать если честно дай денег да нет просто так а если надавать просто дать денег дать и денег зачем просто так просто так да это прокачивается вот это эго ты понимаешь у тебя идет обратная связь с деньгами то есть если тебя все посылают нахер с тобой что-то не то деньги не идут я например салфетку продала за 5 тысяч тенге это немножко вот такое это знаешь это такая немножко вот так лукавство я подбираю нематершины слова да сейчас подожди мы туда идем тебе не надо тебе надо вот это вот смотри то что у тебя самооценку тебе очень долго надо будет накачивать еще почему потому что у тебя ты немножко недолюбленная ты сидишь вот рядом мамка мамка подожди наполнишь потом ну ты у тебя энергии материнской а у нее прям нету не хватает я за что группу люблю вас можно скрещивать понимаете то есть один там сильно мускулинный мужик второй там сильно эмпатичный рядом постояли все разошлись один у одного силы больше у другого эмпатия с достигаторами мужчинами будете плакать в мерседесе от эмоционального голода симпатичный мужчиной с голой жопой будете но счастливые завтрак в постель массаж ног он тебе будет делать но денег не будет это я сейчас говорю градиенты такие вот ну крайние да потому что в основном где-то все посередине у кого-то чуть того больше чуть этого но крайняя степень туда если продавливаем он абсолютно черствый чувак если сюда продавливаем он чучевой плачет он очень внимательный он очень хороший отец и как я от такого хорошего отца лишу своих детей и вот он на этом и держит же понимаете и ты не знаешь что делать детям навредить или самой сдохнуть от горя или что делать турецкий гамбит он такой тебе и эмпатичные мужчины они знают что на смс сразу не отвечают надо подождать хотя бы в то же время что отвечала ты ему в крайний раз и ты помучаешься потом он тебе ответит не знаю как манипулировать потому что их учила мама их учила мама и все твои приколюхи они знают подумают это все равно что а если я зарабатываю 5 миллионов меня не подумал что я меркантильная и там какая-то там такая многие же стесняются озвучить сумму которую зарабатывают да там вот так показывают в нашей культуре пока еще не принято ну как бы озвучивать вот сейчас предпринимательские сообщества ломают если вы пойдете к предпринимателям все озвучивают свои доходы ничего в этом такого плохого нету и ты сразу понимаешь калибр людей да то есть если раньше надо было на себе чем-то обвесить чтобы показать свой калибр сегодня можно просто тупо спросить сколько зарабатываешь и все и этого не в каждом обществе но можно уже не стесняться то сколько зарабатывать это проще как дела есть еще какие-то вопросы куда углубиться сейчас объясню помните вот для олдов рассказываю кто этот вот этот троица Витцин Никулин Маргунов помните где он этот горшок пошел посадить и самый нижний взял вот наша задача сегодня в нижний горшок выдернуть а там что посыпется то посыпется поняла это знаете это мы приходите к нам психолога мы уберем весь пиздец в твоей жизни который у тебя там и клиент это же несущая конструкция сегодня мы будем я для чего спрашиваю ваши эти запросы это это не для меня это не там что я запомню и точно сейчас я как волшебник начну их исполнять это чтобы вы просто озвучили и намерение уйдет туда и да и мы это для тебя это не для меня это для тебя тот маяк который вот я пришла ну а звучит новый как я тебя пропустил ну говори меня зовут Айгуля мне 42 года два года в разводе с трое маленьких детей вообще пришла изначально шла с запросом у нас в аду такая злость есть яростная это у моего отца у моего дяди у тети то есть вот она у нас есть непонятная откуда не возьмись мы все так же в состоянии хочется прям убить вот такая ярость но никто не знает почему вот у меня папина сестренка она так живет вот когда злишься она вот моментально нагнетается до того состояния ярости ну ты контролируешь это все но вот этот вот завод моментально спичка я как бы вышла может это что-то есть такое что можно вытащить посмотрим может в роду что-то произошло потом я уже слушала допустим и то же самое я попала раньше когда в бизнес попала что меня подставили сейчас у меня долги кредиты сколько кредит на 6 миллионов и по фирме в общей сложности 21 миллион ну как бы он не угнетает тоже не угнетает понимаете клубок такой замкнулся завернулся и все и нет узелка и дернулся то есть вокруг все по основанию давайте вот так про долги ладно здесь тоже звучало что я не обратил внимание долги откуда берутся долги сейчас психологию чуть в психологию залезем долг если вот копать 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 это знаете вот когда все я хочу найти как это называется не смысл жизни а предназначение еще называют миссия у всех примерно одно и то же да то есть вы будете копать это там полгода будете в мозгах его ковыряться в оконцовке найдете любовь безопасность и там поделиться чем-нибудь с миром у всех примерно одинаково но до этого дойти осознать очень тяжело поэтому нужен коуч он тебя будет там с тобой работать долг если ковырять 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 то знаете что найдете папу долги это месть отцу месть отцу месть папе люди люди осознанно лезут в долги я уже сколько раз говорю то есть вот это не делай и человек идет и делает и потом еще вот это нельзя делать он идет и делает это зачем это просто мстит папе причем здесь папа папа при том что отец отвечает за твою социализацию в мире то есть мамина задача чтобы ты не сдох сейчас папина задача чтобы ты смог выжить без него и поэтому те кто обижается папа меня бросил или еще что-то папа так воспитывает на самом деле как бы это ни было ну вот там кто-то сейчас скажет там 6 лет бросил там тогда бросил вы все равно кто терял у кого отец умирал уже даже если он с вами не занимался вы точно почувствуете когда он умрет дыра вот здесь вот в душе как будто вынули как будто что-то хотя он не занимался твоей жизнью он там но вы точно почувствуете вот это пробитие где-то полгода после смерти можно вопрос ага вообще-то вот я вот думаю сколько у меня и квартира и машина все есть да семья иногда я думаю что видимо вроде я все достигла но наверху у меня есть какая-то миссия что я должна что-то отдать богу должна какой обмен бог благодарность я еще например благодарность не поддаем да например тебе нужность нужна или что что ты хочешь тебе неудобно что ты богатая или что зачем ты хочешь отдать да зачем для чего ты хочешь отдавать а кредит тебе для чего это нет это сама считай я не знаю я не знаю сама считай потому что есть это вот закроет но смотрите сейчас еще сейчас есть кредиты плохие есть хорошие да да а можно спросить я вот с Крёжей работала и получается у меня у меня есть кредиты я в какой-то момент в какое время я сама не знаю я ожидала гаранты и так просто я часто ходила в банк там подписывала снимать и так ну и она не отдает с тебя сейчас выжимать будут да она служила с банками сейчас уже передают по проблемам кредитов но получается долг висит помимо нее он если она не отдастся тебя же заберут да ну все получается мою неделю с которого у меня есть на варисе варисе да и на выезд тоже нет это долг ну и хочется чтобы с ней разговаривай если она скажет пошла ты иди плати ну вдвоем платите дома дай тогда я видите очень сложно давать советы потому что я истинную вашу картину финансов не знаю и я не знаю твоих возможностей да финансовых каких-то там административных ресурсов не понимаю я поэтому мне сложно давать ну такие точечные кредиты для этого но в целом просто обратите внимание что если ты мстишь папе посмотри зачем есть люди которые развиваются из страха это называется мотивация морковка сзади да это вот как у нее она говорит у меня сейчас все хорошо сейчас я кредит возьму вот здесь и она начинает с другой стороны рынок недвижимости сейчас стоит скоро год-два будет подъем цены будут опять все равно расти скорее всего поэтому может быть это тоже ко времени не знаю это твои риски сама смотри я просто через этот я тут такая же ситуация я вот 20 лет оплатила в свое время залажила свою квартиру мне пришло 20 лет выплачивать выплачивать да я рассчиталась но после этого я сколько квартир купила но я после этого у меня такой этот я быстро-быстро рассчиталась такой и переплата не было да но как-то опыт уже знаю где сколько потому что это 20 лет что у людей выплачивать это тоже для меня большим уроком но просто я сейчас в данном момент да я здесь хочу купить хорошую квартиру но есть запас я имею ввиду там это сама сама разбирайся если что это ладно мне 38 лет я уже не работала после дела я была замуж и не пересечивала хочу сейчас идти учиться и при выборе профессии иду на медика колледж медицинский медицинский колледж и как вот понять я думаю типа чтобы быть хорошей выбирают профессию помогать потому что там здесь идет помогать людям или помогать людям смотри это у тебя в голове такая фигня это вот здесь такая фигня вот сзади сидит тоже вон напомогалась уже вот напомогалась тоже где спасатели вот спасатель вот спасатель где еще вот спасатель это люди травмированные спасатели вон он сидит кивает тоже спасатель вот потолок берите вот зовите вот их говорю они не откажутся нет уже уже пошли нахер да все посмотри спасательская тема это ты хочешь чтобы тебя любили и поэтому ты хочешь помогать чтобы тебя благодарили в ответ да это чуть-чуть разное спасатели они спасают тебя не потому что тебя хотят спасти а хотят чтобы им было хорошо служение чуть-чуть на уровне миссии туда надо любовь к себе это через всякие медитации через групповые тренинги это это накачивается постепенно почему что у тебя за мания величия у тебя такая нет это сколько им лет дети 35 замолчи все лучше смотри все что происходит с ребенком после 19 лет эта ответственность точно уже не твоя давай я была я была вылюбленная миссия и вы сказали мне ребенка прости своего я пять дней лежала после вас у меня я лежала вы знаете он совсем другой стал через меня его вычстили я была совсем другой стал до каких-то дня после я пять дней лежала с импературой я тяжелой очень была я очень рад и последующий пока я записал я не отошла до сих пор до сих пор меня бушует ничего сейчас давай дцп смотрите я сейчас скажу вещь которая такая она на уровне эзотерики и не перепроверишь никогда дцп это эхо второй мировой войны это люди это души которые короче это отработка кармы их за те вещи которые они до этого делали ребенка и они вот эта душа она сейчас как бы перерождается для того чтобы не пять жизней жить а за одну перепрожить и вы каким-то образом как бы изъявили свою помощь с женой и все я не знаю вас это удовлетворит или нет но со стороны мои родственники отстранились сами по себе старт со стороны жены когда звонок не помню что там поддержки есть да не обращай внимания просто иди дальше и все я понимаю это вот смотрите родителям я не знаю как вы на это решились но вы каким-то образом вызвались и сказали что вы справитесь поэтому к вам пришел такой ребенок просто справляйтесь тебе никто ничем не поможет то есть это та боль которую ты будешь нести сам потом для отца то что ты еще не развелся это ну капец это героизм потому что для отца видеть немощно ну как бы своего ребенка таким это ну как ну невыносимо это и чаще всего они уходят из дома то есть они семью бросают они убегают они из-за этого уходят они уходят не за то что они тебя не любят они потому что не могут видеть каких ребенок ну немощный понимаешь то есть ну не из-за того что он козел это просто боль с которой ты живешь это невыносимо больно вот сейчас подключитесь там же ревет аж внутри все слезы же прям текут душа плачет у него и он с этим живет понимаешь и он бросить не может и как бы в этот и наблюдает и в общем что делать ты должен короче пронести это все это больно тяжело но в общем аутизм это чуть аутизм это души которые пришли на лет 500 раньше чем должны были это у них нету страха они поэтому когда сюда приходят здесь много агрессии они убегают у них душа выходит туда вот дети же спят грудные там 2-3 часа эта душа выходит из тела и не куда-то домой там идут потому что тяжело здесь находиться аутисты им здесь тяжело они поэтому валят и очень часто у аутистов как бы знаете основная задача матери говорит что здесь безопасно я тебе помогу то есть постоянно и говорить с ними нельзя врать то есть то что ты говоришь думаешь и делаешь должно совпадать у аутистов потому что они тебя вообще не вкуривают они во-первых читают мысли видели аутисты они волосы матери трогают и та понимает что он хочет не наблюдали вы он просто подходит волосы вот так трогает и мама такая кушать хочешь пойдем ей кажется что он дернул ее и она поняла типа ну как бы рефлекс она мысли прям считывает и он через волосы вот он ей там вкручивает что-то они ну они не терпят насилия резких каких-то это да они у них нету страха они лазят по стенам как человек пауки их надо ловить они понимают что можно упасть поэтому этот ну в общем ловите зпр это меньше надо говорить плохо об отце ребенка маме называется то есть не нужно говорить плохо об отце ребенка и не говорить не думать аутистов можно натурализировать или как это называется социализировать но это надо прям я тебе говорю надо прям уговаривать есть еще центры это вот корневая чакра туда руку ложь это копчик да и где душа вот где спинка и вот так укачиваешь и как бы энергетически ты должна его душу привязать к телу и уговорить да что здесь безопасно ты вот прям должна убедить здесь безопасно я тебе помогу папа поможет все будет хорошо не бойся там ну вот такое и потихоньку его можно социализировать и все здесь мы что-то включаем и не поймем что надо делать если честно ну-ка а кондер выключили специально кондер не работает а что не не сказали заранее нехорошие люди мы сейчас провоняемся друг другом и с этим запахом пойдем домой кредиты смотрите чуть вернусь кредиты есть хорошие есть плохие то есть то что ты берешь прям реально наоборот потому что есть бизнесмены которые берут наоборот типа а покупают дом это плохой кредит когда у тебя скорость продаж на допустим 3 или 5 и ты берешь кредит там годовой там по 20 процентов итог нормальная если ты берешь под пассивные какие-то вещи дом машина там шубу купить это очень плохой кредит лучше не брать хорошие кредиты они увеличат твои товарооборот плохие кредиты они увеличат твои пассивные вещи и все до того чтобы правильно управлять кредитами нужно дорасти еще финансово дорасти потому что если у тебя ничего нету лучше вообще не бери живи по средствам есть иногда есть моменты в компании особенно в юридических компаниях когда дешевле взять машину в кредит даже если у тебя есть деньги вот бывает у тебя на счету есть деньги ты свободный ты можешь купить машину но тебе дешевле взять в кредит потому что у тебя оборачиваемся там одного доллара пять раз за месяц какой тебе смысл а что если вовремя оплачивать если забывать если ты забываешь вовремя оплачивать у тебя нету финансового директора я говорю до этого дорасти надо у тебя финдир будет у тебя там этот все будет это самый богатый человек павелоне почитайте это как копить деньги самый богатый человек павелоне я вам так накидываю это знаете такой масс-маркет это да то есть мне кажется уже все читали но в любом случае те кто в найме их собирается оттуда выйти богатый папа бедный папа обязательно к прочтению и квадрант денежного потока обязательно к прочтению тот кто думает что у него сильно низкая должность или какая-то унизительная работа это вот читайте лидер без титула квадрант денежного потока а если вот боишься деньги приходят и вот какой-то видно с прошлого такой смотрите здесь нас всех раскулачивали убивали был прошел голодомор и потом в советское время сажали за деньги да и сейчас еще рейдерские захваты всякие сейчас этот все это вся фигня крутится конечно будет страх конечно будет страх просто нужно понимать что ну как бы просто говори я в безопасности и ходи по букве закона просто работая все вот это чем больше я изучаю вот эти все книги которые вы сейчас обучили я уже почитала чем больше я знаю по финансам чем больше мне кажется я ухожу в яму это месть отцу это психология это не ты хоть сколько учись это психология ты если будешь ввести мои финансы ты будешь их ввести правильно но то что будет касаться твоих ты будешь тонуть всегда папу прости ну как письмо прощения письмо прощения а смотрите это знаете как называется у русских есть такая пословица или что это на зло бабушке уши отморожен то есть вы на зло себе папе короче себе делаете плохо ну я хрен это склеивается эта фигня в голове мы сейчас уже копаемся просто мы копаемся на большую аудиторию а потом будет сейчас вот мы практики мы подходим к практике у меня вот тоже есть долги и вместе с папе я ну я я все то что вы говорите понимаю но ну по себе начинаю подковыряться интересно вот какая у меня есть папа у тебя знаешь что у меня вот папа тебе сказать да честно тебе сказать да ты ждешь когда он тебя спасет и поэтому ты ему не мстишь ты тонешь и он должен приближать и тебя спасти закрытый он не спасет потому что он отец ответственность вот для тебя чисто ответственность надо ковырять я не знаю но это месть папе посмотри за что ты можешь не понимать я же говорю смотрите полгода коучинга вы придете вот к этому три раза в неделю будете ходить мы к этому придем сейчас у вас нету понимания ну с чего он вообще это ну выдумал но если мы будем ковырять 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 вернется вот сюда я вам просто сразу говорю ответ вот я тебе просто сразу говорю ответ поэтому так и многим непонятно а кто уже в терапии уже там полгодика ковырялся ты так ааа блять точно так же всем кажется что у всех по-разному вы удивитесь насколько одинаково нюансы разные у всех все под копирку а если это он красавчик и не дождешься сейчас смотрите папа у папы условная любовь он любит всегда за какие-то действия за красный диплом за пятерочку за машиночку за квартирочку и вот у меня папа когда живой был еще я что не куплю папа посмотри он радуется вау молодец какой-то круто все у меня вот этот сейчас его нету я маме показываю маме у меня хорошая машина плохая машина она ко мне всегда одинаково относится она меня всегда любит а у папы прям есть градиент вот за это вот так люблю вот за это вот так люблю и ты как вот эта собачка Павлова подпрыгиваешь каждый раз типа похвали меня больше смотри что я сделал я до сих пор когда что-то покупаю или делаю что-то большое я думаю вот бы папа увидел вот папе бы показать это вот как вот это рефлекс уже это нормально все богатые люди травмированные я вам точно говорю все кто зарабатывает более это травмы в детстве в основном с папами иногда с мамами давай говори а в смысле ты травмированный я тоже травмированный и богатый вот эта жажда денег это травма с другой стороны ну кто-то думает пусть меня тоже травмирует я тоже хочу быть богатым но они знаете их проблемы они не могут остановиться они работают работают и счастья нету понимаете счастья нету очень редко когда он остановился и у него есть счастье а есть люди которые такие вот здесь болтаются как цветочек порожный и они на рыбалку ходят семью куда-то ездят да цветы очки жене покупают то есть они счастливые и ты такой ну что за херня где меня обманули да поэтому в общем у всех свои травмы и травмы нужно прорабатывать но знаете в чем прикол каждый вот смотрите каждый уровень твой новый доходов всплывают новые травмы да понимаете зарабатывал 300 тысяч если хочешь заработать миллион распакуй травму распаковался до миллиона дошел дошел до миллиона распаковался до двух долез или там до пяти долез дошел до пяти распакуйся 20 будет кто-то говорит вот 20 ну там или в 5 ну хватает все и останавливается а кто-то вот распаковывается постоянно это терапия у психолога у меня у коуча где угодно это жизнь тебя сама так откалибрует что мало тебе не покажется потому что у тебя появится потребность полиции смотри нет либо ты искусственно создаешь травмирующую ситуацию у психолога имитируя там какие-то вещи либо тебя жизнь нагнет так что тебе придется трансформироваться понимаешь то есть мне кажется тренироваться у психолога намного безопаснее чем чем жизнь когда тебя начнет дрочить да но я по-другому я не подорвал этого жизнь же учит как бы это дорого но понят доходчиво психолог он тебе объясняет что-то с тобой там суньявчик тебе подтирает то есть он тебя как-то подводит ты еще что-то там выпидываешься сопротивляешься там можно покапризничать но когда тебя жизнь гнет ты ничего не можешь потому что ты только думаешь что там полубог ты начал зарабатывать у тебя раз здоровье забрали кусок да и ты такой раз а что я теперь не все могу или что это такое ты начинаешь заново как-то понимаешь потом тебя раз здоровье вернул раз деньги забрали то есть блять что дальше но ты мог это же у психолога потихоньку прорабатывать да потому что когда у тебя все хорошо ты не идешь психологу ты идешь когда падаешь у меня один сейчас ходит уже год он и он это услышал он ходит уже год один раз в месяц он заработал миллион и вот мы его калибруем каждый раз вот мы его год теперь вот ведем туда дальше да он приходит на сессию мы с ним работаем он говорит у меня вот это я вот здесь вот так здесь так и вот потихоньку он растет и чердак не свистит нету вот этого оу тагил там или что когда у мамы условная любовь она очень сильно травмирована своим папой там скорее всего папа хотел мальчика и выдрочил ее как девушка как мальчика воспитал и она ну как бы паттерны отца переносит на своих детей бывает да но она независимая самостоятельная женщина симпатичный мужчина который ничего не решает рядом чаще всего и тогда они меняются ролями он как мама она как папа тогда у нее любовь условная у него безусловная и все но смотри все что вы не проработали со своим мужчиной да с папой знаете с кем отработаете с сыном вы не скажете давай разведемся ему мы характерами не сошлись извини пожалуйста давай иди отсюда из дома ты уже большой у тебя уже 6 лет иди давай да вы не скажете он вам такое выдаст да поэтому лучше со взрослым человеком отработать чтобы потом с сыном это не отрабатывать вот эти созависимые отношения вот это как этот эгипов комплекс эта женщина сильно не отработала с мужем и поэтому склеивается с сыном и там вот в этих отношениях они там что-то там выясняют друг у друга но если женщина бы отработала свои отношения с мужем она бы отстала от сына ну а если с мужем ты знаешь что это будет допустим ну все это крыша нет там же осознание просто ты должна понять для чего тебе этот мудак пришел каким бы уроком он тебя научил научиться поблагодарить и отпустить все еще раз нет не слышишь еще раз если ты мужчину который тебе сделал плохо там бросился ребенком там с тремя там если ты его не поблагодарить за детей если не поблагодарить за те уроки которые он тебе дал если ты не поймешь ты этот работаешь со своими детьми это можно в письмах это можно в жизни потихоньку он резко не начинать проблем он бросает за границу университет приезжает сейчас сидит рядом не хочет от меня не отпускай я его пытаюсь отпусти он не уходит не отпусти скажи я самосправлюсь иди отсюда еще раз пусть валят скажи я с тобой жить не буду у меня муж скажи у меня нет личной жизни я уже запарил ты ввали отсюда хочу мужика привезти ты мешаешь ходишь скажи так я тебе говорю он встанет и уедет маме трахаться мешает я не могу родителей бросить дайте им потрахаться достали вы уже валите из дома а то там потом пишут вот дети увидели секс когда это сегодня сегодня или когда там сессия была она увидела как этот папа маму отчим маму да отчим маму как бы этот и она увидела и у нее там жесткая травма у женщины оргазмов нет то есть там же закрывается все и не объяснишь что там они там БДСМщики те еще я это понял и она думала что он ее убивает там писькой когда ты смотришь ты пишешь вдруг там пробил на 2-3 дня это вот заново 40 дней непрерывно смотрите в этом есть магия же это вы с ментального поля выдавливаете свои негативные эти туда сначала материшь потом прощаешь потом нет нет там все с самого начала как идет так идет оно само потом будет что вы сказали что там я креню попал и там 40 ну будет как минимум 40 человек я написала 40 человек на первый день потратила 4 часа да это первые 2 недели по 4 часа потом поменьше будет там где-то на 15 день кажется что-то святая и у тебя здесь светится что-то там сверху что свет выключила светло это вот смотрите прощение когда ты на кого-то еще обижаешься это детская позиция и и это значит ты еще не психи ну как бы психически незрелый человек я последний раз сильно обиделся где-то лет наверное 5 назад есть такая называется мантра для обиженных у меня на канале тоже есть в ютубе я как-то записывал можете просто включать когда вам на кого-то обиделось просто включи и слушай там очень в негативном таком свете типа я там какой-то важный индюк я там на тебя обиделся пусть моя обида будет ну короче такое говнище и ну посмотри сколько ты это выдержишь я прочитал 5 раз когда обиделся и в какой-то момент я думал дебилы что ли вообще нахер она есть в гугле можете распечатать себе на холодильник везде вот положить мантра для обиженных это по-моему ошевская тема а если например такая ситуация что после смерти перестраиваются силы все заново становится поэтому нормально вообще учитесь за людей не держаться кто бы это ни был родители это это там братья сестры кто-то там дети никто никто никому не принадлежит у каждого есть своя жизнь каждый решает свою правда с детьми это немножко двояко они решают всю свою жизнь за твой счет и тебя нифига не слушают да ну а что делать это доля родителей несите спокойно хотя бы до 25 лет ну в смысле дайте образование и пусть идут то есть высшее желательно если человек не хочет учиться сразу работать сразу отпускайте это действует это работает и что человек умер это работает вообще это я знаю что я туда вложила очень много энергии и это было не раз теперь и теперь у нас страшно для тебя грех брать и за него страшно и за людей своих страшно а зачем проглядывалась он мне сделает родина который стихнет что я уже лобер-бай могу себя я ваню в грилях я нахренала потому что он поклялся моими детьми вы оба те еще да смотрите очень страшно проклятие матери когда мать проклинает сына или там почему потому что вы связаны энергетически и ты в принципе половина ее и по этим каналам она может просто тебя снести поломать это мама все кто в связи с ней вы чувствуете у нее плохое настроение тебя коробит она тебя обиделась еще что-то это почему я говорю сепарация сепарация когда жена это делает в принципе это почти как мама у вас сексуальная половая связь у тебя вот так идут от пупка к пупку идут энергии вот так вот так и вы друг с другом как бы связаны и ты по этим же каналам как можешь выдать любовь так и проклятие то есть его сносит его сразу практически это прямо на физике ощутимо у меня женщина когда приходила у него мужик фашист я не знаю как его назвать он приходил пьяный домой вот так с ружьем в голову или в руку она вот так руку подставила в руку и он палец отстрелил ей там в фалангу и она я говорю что ты не разведешься она говорит он меня убьет она прям реально боялась что он ее физически устранит в оконцовке она просто желала ему смерти каждый день он умер через два года она делала это прямо осознанно приведи начистку потом на следующий мастер-класс пусть придет он он не хочет ну пусть сах ходит тогда пока сейчас посмотрим ты пройди потом ну хреново с той стороны работает так и мужчины ждут мужчина такой херней не занимается 99% мужчин они вообще про это не знают даже если знают они думают херня это какая-то нет у мужиков нет нет у нас нету такого это вот я не знаю что надо он просто сделает вот так вот так он сделает он не будет тебе проклинать до седьмого колена у нас нету этого если только мама не научила у него не будет так этого он просто будет позволять тебе быть такой мужик искренне не понимает что ты бесишься там мужчине поймет он и он тебя довел тоже не специально он думал тебе будет легче это женщина воду больше да выйди из комнаты мне нравится он все он залип ему нужно побыть одному теперь когда ты в депрессии мужчина видит тебя в депрессии он делает что он делает с тобой то что помогает ему когда он видит женщина плачет он думает ему надо ей надо побыть одной он закрывает дверь и уходит на улицу покурить ты в этот момент думаешь что он тебя бросил в тяжелый момент одну вот видите теперь когда женщина видит что у депрессии у мужчины что она делает она вспоминает что когда она потарахтела ей стало легче расскажи что с тобой о чем думаешь он говорит отстань я хочу побыть нет расскажи тебе станет легче я точно знаю понимаешь потом ты его даешь он на тебя наорет ты обидишься ты же хотела помочь я тебе хотела помочь не ты на меня наорал ты меня совсем не любишь причем здесь это причем здесь любовь я хотел побыть один поняла поэтому мужчина должен быть в кабинете он закрывается и гоняет в playstation поэтому у него должна отдельный сарай должен быть гараж должен быть квартира отдельная должна быть где он отдыхает серьезно да я слышала о таком но не думала что это правильно это правильно мне кажется у нас отдельная квартира у вас вся квартира ваша куда не сядь трусы бюстгальтеры еще какая-то херня масочка какая-нибудь куда не наступишь в это говнище вы везде дома ты ему кабинет построит он себе и всегда в самой плохой комнате кабинет строит или на балконе мой кабинет начинался на балконе там было холодно почему-то и я все равно там сидел потому что мне было одному хорошо понимаешь сейчас у меня есть большой кабинет дома и все равно есть полочка для парфюма жены ей три комнаты мало некуда ложить понимаешь то есть она должна присутствовать все равно она вот она метит свою территорию это вот мое поэтому есть офис где я сплю мужику нужно нужно одиночество ему нужно побыть одному это вам не надо вы боитесь одиночества а нам надо я тебя поздравляю мы там просто мы там не так как вы разговариваем мы не разговариваем о том как нам плохо редко мы же обсуждаем наши эти какие вы герои да вот вот да бойцы вспоминали прошлые дети битвы которые вместе продули они вот это про тоже что дети там ни при чем мужику будет плохо ну как покашляет чуть-чуть теперь смотри чтобы это говнище с него снять который ты там накидала ему добрая женщина это знаете это вот между мужчиной женщиной кошка и собака знаете это когда ухаживаешь за собакой собака думает он за мной ухаживает он меня кормит он меня выгуливает он меня чешет он меня там он меня в безопасности держит наверное он бог хозяин кошка знаете что он за мной ухаживает меня кормит гладит он со мной спит наверное я богиня и вся разница между мужчиной и женщиной что у нас ну как бы такие полярные немножко понимания и с одной стороны в идеале он тебя содержит кормит но ты его проклинаешь вот сюда за какие-то я не знаю за что ну как-то у тебя вызвалось по идее для тебя безопасней чтобы он был здоров да но сначала надо в бочину засадить сначала да это надо помнить уже поздно да теперь смотри теперь чтобы вот это говно обратно отыграть пошли сюда из 10 любви в его сторону и это все говнище смоется научись им восхищаться восхищение похвала и сквозь призму вот этого с ним разговаривать все это все пройдет да энергию дайте ну да ты его не любишь или уже ненавидишь ты его или что или просто я его ненавижу просто грех на душу не хочу брать что происходит ну разведись тогда вот я и пишла но зависимость какая а зачем ты тогда его вымаливать собралась тебе какая разница живой он будет или сдохнет уже не твой все равно а ну тогда не разводись чтобы не гореть в аду может ада это и нет что-то может и переживать не стоит ты это херней страдаешь часто вот вообще фигня нужно смотрите называется сила принятого решения сила принятого решения ты болтаешься как говно в проруби до тех пор пока сама не знаешь что ты хочешь и пока ты сама не знаешь что ты хочешь ты отравила жить всем вокруг детям мужу соседям свекровке своей маме ты всем вокруг отравила как только ты примешь решение о разводе это все остановится и закончится как только ты приняешь решение с ним жить это все обнулится все умножится на ноль это все с него там проклятие которое накидалось спадет прими решение поняла это не я за тебя не сделаю не он не сделать что делаем мы приняли решение сохранить ну раз какой-то вот опять действия опять сомнение чего тяжело не раз прими решение все это ведь ему что мужской мозг это примесь а у нее вот здесь давит вот тут давит рецепторы тут сила принятого решения ты всегда будешь себе не уверены люди будут чувствовать что-то неуверенно до тех пор пока нету решения как только у тебя есть решение тебя никто не повернет назад если ты решил развестись разведешься решила заработать миллион заработаешь это же внутреннее решение зарабатывать заработать деньги и сохранить отношения это внутреннее решение спросить у у любого кто зарабатывал ты в какой-то момент просто лишь я хочу вот столько денег и через какое-то время у тебя вот сколько это тогда когда компромиссы уже невозможно тоже вот она дошел же сначала а потом пошел тоже вот до дна же свалилась потом пошла у всех с какого-то напряжения это всего ход это морковка сзади называется это залазил в долг намеренно и потом выхожу это это работает пока знаешь пока ты в маленьких деньгах в небольших больших деньгах это уже не срабатывает в больших деньгах ты должна идти какой-то цель большой не от страха что у тебя дом заберут а от того что что ты получишь впереди морковка спереди должна быть а не сзади у тебя пока сзади торчит я тебе говорю ты сейчас опять в себя в такую же я купила все сделала потом я думала я себе такое это поставила решение а не решение а вот это почему у меня сейчас перестало ну нет так день упала да ты пока не слышишь меня нет для чего я тебе говорю тебе морковка сзади нужно сейчас залезешь в кредит опять пойдешь но это чревато выгоранием потому что морковка сзади приводит к выгоранию и хронической усталости морковка спереди ведет к счастью и вот ну как бы к легкости вот эти легкие деньги это когда ты за мечтой бежишь они от ужаса сзади которого желательно побольше понимаете и вот эту морковку сзади вытащить и поставить вперед это та еще задача поняла у тебя еще торчит там не побаливает то есть когда первоначальное накопление капитала то что морковка сзади ничего страшного едите сильно себе не рвите пару анальных трещин остановитесь не надо рвать себе такую тендру все потихоньку потихоньку но когда выгорел уже морковку спереди нужно уже для мечты за миссии для цели когда ты закрыл все свои потребности ну такие первичные морковка уже спереди должна быть для чего-то я тоже себе сейчас ищу какую-то ну миссию но пока все материальное все равно и я не ковыряю ли я как бы сказать у меня сейчас миссия формируется я хочу влиять на большее количество людей то есть я хочу больше количества людей как бы соприкоснуться с каждым не как сейчас мы вот камерно сидим а чтобы больше было будем спасать мир короче этот от психолог психоэмоциональной незрелости потому что очень многим нужны на это же технология вот эти письмо прощения аффирмации и это должно быть доступно сегодня и и очень наверно плохо но кощунственно сидеть с такими этими и нет не отдавать это надо раздать я думал за эти лежит это бесплатно в ю-тубе я раздал а это надо прям открою рот вот так прям надо ну хотя бы надо большему количеству людей это запихать работает я бы я сделаю сейчас я чуть-чуть этот сил под номер я вы видели мой этот канал да в инстаграме я тренируюсь это не красав сказал потихоньку пиши я вот писульки вот эти литературные высеры их называю я очень плохо писал школе и я научился более-менее что-то излагать мысли в тексте это когда я писал диссертацию у меня научный руководитель она меня прям но заставляла писать и она еще напиши вот здесь исправь и я так диссертацию написал но и после этого что-то такое осталось как будто вот и есть еще начитанность какая-то определенная и поэтому я сейчас вспоминаю так он там так описывали здесь так описывали я конечно не как толстой описываю новую этот старая но наверное вот поэтому мы сейчас через и вытащим искусственный интеллект да то есть там можно задать какие-то задачи он напишет потом опять корректировать искусственный интеллект всех просто литературных негров убил что будет сейчас происходить готовы да все потихоньку смотрите не задачи нет задачи нету чтобы плакали кричали и ревели что-то с вами происходило задача есть чтобы вы просто немножко синие руки вот так у вас выше локтя это тоже них принятие себя не хочу жить короче руки когда синеют выше локтя это суицидники до ниже локтя это когда еще там не принял не принял себя что-то там вот это это лимфа это это застой лимфы это это плохие мысли о себе это из-за этого отекают отеки рук ног там это люди поцарапали тебя это не хочу идти с мужчиной называется а левая стопа не хочу идти как женщина это не хочу рожать не хочу замуж не хочу быть и у тебя хорошо папа выходило не так же страшно как оказалось это не принимаю мужчину сейчас это не цели правая рука твоя я себя как женщина не верю поэтому за счет мужчин самоутверждаю поэтому подавляешь их это нормально душа это поясница это агрессия страх это отсутствие денег или их избыток бывает когда он сильно много денег заработал тоже поясница стресс это страхи правая с мужчиной левая с женщиной женские страхи левая рука женщина в себе да нормально примите себе женщину просто у тебя женской энергии очень много ты вся плавно это как-то этот этот это прям очень хорошо это маски социальной масочки вот лицо еще вот здесь было на на ногу социальные маски социальные маски это лицо вы вот это вот отсюда это когда рахат лукум это когда для всех хорошее. Это хорошее, аж приторно-сладкое. Нет, нет, это под всех подстраиваешься просто, это привычка, да. Меня болит правая рука и вот колено. Не принятие мужчин. Не хочу идти с мужчиной и правая рука, это... Еще раз, за счет мужчин самоутверждаюсь. Как за счет? Смотри, еще раз, запоминайте, вы одни и те же вопросы задаете еще раз. Все вернитесь сюда, пожалуйста. Все, да. Ага. Правая рука, это когда я в себя как в женщину не верю, поэтому за счет мужчин самоутверждаюсь. Я начинаю их унижать, принижать, обесценивать, вот это все. Хотите, я вам скажу такую вещь? Есть женщины, которые мужчина пошел не тот? Все слабаки. Да. Да? Ага. Вот все, кто так думает, чтобы у вас это прошло, я вам говорю так. Женщина, которая говорит, что мужчина пошел мелкий, и они слабые, и они меньше, чем я, вас страхуют из жалости. Ни один мужчина, здравомыслящий, не пойдет. Это просто будет жалость. Поэтому вот эту установку просто уберите из головы своей. Поняла? Чтобы это было, ну вот, по желанию. Это счастье, смотрите, счастье мужчины, это я хочу. То есть в этом я хочу, это, это стиски очень звучит, но в этом, когда мужчина хочет, в этом есть здоровье, сила. И он, значит, может, у него это деньги. То есть все там есть. Счастье женщины, это меня хотят. В этом тоже есть здоровье, привлекательность, деньги, сексуальность, все там. И поэтому тебя должны хотеть. Это основная твоя задача. Задача мужчины, он должен всегда хотеть и мочь. Угу. Вдох, сделайте глубокий. Что-то замерлило. Присадила немного, да? У меня возраст уже, зачем мне мужчина? Вот, давай, пусть руки-ноги отваливаются с правой стороны. Нафига мужчина нужен? Ну и что? Ну без аппетита, ну можно же иногда раз в неделю хотя бы? Вам сколько лет? До 50 лет. Ну? Я вам не знаю, что у 59 лет. Я йогой занимаюсь. Ну занимайся йогой, ну еще в постельной йоге же есть. Как у вас утро есть, поисочай. У нас в чехоли про сестру сказали мне, да? А? А сестру что-то сказали? Что про сестру? Не-не-не. А почему вы сказали, что я обладаю с сестру? Тебе боль нравится, ты прям кайфуешь, такая. А-а-а-а. Такая. Ей больно делать, что она а-а-а. А саживаешься. А есть живота вот что-то вот? Это сексуальность. У тебя... Разом не в суслу, я помню. Сейчас, сейчас, сейчас. У тебя сексуальность немножко... Ты... Чуть-чуть у тебя больше стало мужской энергией, чем женской. Из-за этого у тебя ни с живота болит. Поэтому... Как это? Женщину свою добавь. Не мужчину принять. Вот очень многие вот так, сильные женщины так делают. Они начинают себе подавлять мужскую сторону. Женскую развить, чтобы оно в баланс вошло. Поняла? Не надо никого подавлять. Женскую сень. Это платье, это хождение без трусов, это Камасутра, с утра особенно. Это, в общем, туда вся сексуальность, это все туда. Хорошо? Да. Что спрашивала? Она не поняла, что вы сказали. Что там? Карин. Сейчас? Нет. Нет, нормально даже процесс это. Просто у вас группа вся практически. Вы очень терпите боль. У вас снижена энергия. Я сейчас не про конкретно кого-то, а про всех почти. С тобой все хорошо, маме передай. Хорошо? Мама детей отправляет, лишь в чекап, короче. Где мама? Если все хорошо, с тобой займись. Отстань от сына. Это, знаете, как-то ехал в Алма-Ате, и звонит, короче, женщина. Примите, пожалуйста, меня там что-то. И вот прям ревет. Я говорю, я сегодня завтра улетаю. В 11 часов ночи. Мы с семьей едем из кино. Она говорит, я не могу. Я говорю, скажи, где живешь. И она называет Перекресток, а мы там стоим на этом светофоре. Я говорю, я тебе заеду тогда, ладно. Дай адрес, мы к ней приехали. Я говорю, что случилось? Она говорит, у моей дочки нога одна длиннее на 5 сантиметров. Я говорю, и что? Мы будем делать операцию. Знаете, какую операцию? Аппарат Елизарова, кто-нибудь знает? Это ногу ломают. И, короче, на распорках ее наращивают. Я дочке говорю, а ей там, не знаю, 12 лет, может, 14 лет. Я говорю, у тебя что-то болит? Она говорит, нет. Я говорю, ляжь на пол, я справляю ногу, я, короче, умею вправлять спины. Я поставил ногу на место, ноги выровнялись. Я мамаша говорю, видела? Она говорит, да. Я говорю, дорогая доченька, иди, пожалуйста, зайди в комнату. Закрой дверь и уши. Как я на нее орал, знаете? Я просто, сука, тупая, блядь. Ты просто здоровому человеку могла ногу сломать. И, ну, зачем? Отстань от детей. Хорошо? С собой займись. Женский мозг, он так работает. Когда заботится неком, я что-нибудь себе придумаю. Когда я себе что-то придумываю, это значит, рядом мужчины нету, который требует внимания. И если нету рядом мужчины, я тогда найду кого-нибудь. Это, знаете, у меня друг один есть. Он воробушка в детстве вот так с рогатки сбьет, а потом, сука, лечит его три месяца, потому что весной отпустить. Еблан, блядь. Где водитель с младшими? Ну, он в комнату ходит, а он не дает, что-то. Так и получают, появляются яркешки. От того, что мама, как бы, некуда свою заботу деть. Поняла? Мужчина. Вообще, все, что в мире у нас создано в отношениях, самое сакральное – это пара. Не мама с дочкой, не мама с сыном, не папа с кем-то, а пара. И когда в паре все хорошо, везде не будет перекосов просто. Поняла? Мужчина. В смысле не хватает? Бля, твои мужики никому нахер не нужны. Спроси, кому надо, никому не надо. А ты возьми. Да их много вот так. Левая нога. Смотрите, давайте немножко психосоматику расскажу. Ноги. Это не хочу идти. Я вам сейчас на пальцах раскидаю, вы будете прям такими терапевтами. Ноги – не хочу идти. Бедра – это прошлые обиды. Эти икры – это настоящие. Это вот сейчас не хочу идти, страх идти, нежелание идти, не на своей работе. Вот оно. Это сейчас то, что. Это настоящее. И стопы – это будущее. У кого не имели стопы, это не вижу себя в будущем. Правая нога – это бизнес и мужчина. Левая нога – это с женщинами. Или себя как женщину. Тоже. Да. Поэтому, кто не видит себя в будущем, обязательно пишите эссе. Как я, что я делаю и как я буду через 10 лет. И какой мужчина рядом, или какая женщина рядом. Какая машина, какой дом. Просто должно быть видение. Потому что, когда видения нет, тогда жизнь становится короче. Почему коллекционеры, селекционеры, все живут долго. Там преподаватели. У них еще год какой умирать? Мне когда. То есть, у тебя должна быть цель на будущее. Как только эта цель пропадает, смысл жизни пропадает. Как смысл жизни пропадает, душа не хочет жить. Ей скучно. Но когда душа решила уйти, уже ничто не спасет. То есть, ты можешь передоговариваться, возвращать. Но если душа не хочет, все. Можно даже переписать книгу, там, вот этих, судьб, если она есть. Можно переписывать судьбу. Но если душа желает. Потому что есть многие люди, знаете, среди психологов, целителей, всяких, кто помогающий профессии. Есть один такой минус, что в какой-то момент тебе кажется, что ты чуть ли не бог, да? Что, типа, кто пришел, тот кого ты спас. А бывает, люди не спасаются. У врачей так бывает. И там больше выбор души, чем твой. Поэтому очень важно в себе вот этот огонек желания, его поддерживать постоянно. Когда не хочется, нужно, знаете, взять список всех своих желаний. То есть, нужно взять листок с бумагой и прям вспомнить все, что ты хотел сделать, там, внизу, в детстве, в молодости. Поэтому вот эти списки желаний, там, сто желаний надо написать. Это прям вам. Там, я хочу. Вот это не надо, как будто у меня есть. Там, эта женщина когда-то влезет, бардак начался. Вообще просто, я хочу вот это. И начинаешь все выписывать. Потом, когда ты список появится, все, что ты можешь сделать сейчас, иди сделай. И потихоньку вернется желание к жизни. Потихоньку раскачается. Сегодня то, что мы делали, в основном, мы просто сонастраивали ваши энергополя, чакры. Потому что чакры крутятся, бывает, в другую сторону. То есть, их выравнивали в ту, куда надо. Поэтому тошнота у кого-то, у кого-то слезы. У кого-то просто вот эти покачивания. Чувствовали, да? Они менее вот эти. Потом тянет, вот затылок туда тянет. Вот. То есть, это вот вас вытягивают. Кого-то вытягивали, у кого-то сонастраивали. Если там кто-то с собой разговаривал внутри. То есть, это такие процессы, которые, ну... Вот этот бург между головой и телом, гордами. Это чистка, это потихоньку. У кого-то чистка, и кто не чувствовал сегодня, сейчас ничего. Типа, как было, так и пришло. Я вообще... Это сильный мозг. Это так бывает. Тебя ждут веселые дни в ближайшие 7 дней. Да. Жопа от бумажки болеть будет. У тебя было вот так. Смотрите, бывает так. У тебя, ну, как бы, человек умирает, и остается вот эта связь с сумершим, как, с сумершим человеком. Вся энергия уходит туда. Примерно, кто не верит, кто верит, примерно так делают порчу. Вот эти все прикопки, подкопки, вот могильные, они все так делаются. Но просто ты осознанно, как будто к родителям прилипло, их похоронили, у тебя вот эта связь осталась. Почему говорят, надо умерших отпускать? И ты их вот наносила сколько лет уже? Ты синяя вся, у тебя прям... У тебя руки фиолетовые прям. У тебя нормально было. У тебя грусть какая-то, у нее связь осталась энергетическая. У нее траур заново сейчас начнется. У тебя вот месяц, там, сколько-два, будет прям, как будто они сейчас умерли, как будто. Просто есть психа, есть, как бы, сознание же, да, и вот эта, как бы, связь не ушла, да. Сейчас отпусть, будет опять грустно, будешь вспоминать. Ну, не так, как ты рассказывала, да, не так много, нет. Это не сильно. Это прикольно, что тебя даже такой уровень агрессии тебя пугает, но это не сильно много. А если кого? А зависть? А? Лени, нет, это... Я видел агрессию, это немного. Может, это что-то шамаль можно, или у меня раньше приговорились? Нет, нет, нет. Нет, это связь, что... Теперь смотрите, сейчас, сейчас. Руки. Это то, что я делаю. Правая рука с мужчинами, или как мужчина. Левая рука с женщинами, или как женщина. И то, что у кого-то там правая рука не имеет, там... Это, еще раз, в себя, как в женщину, не верю, за счет мужчин самоутверждаюсь. Если ты мужчина, это неверие в себя и не принятие того, что делаешь, как мужчина. Левая рука у женщины, это не принимаю себя, как женщина. Это сексуальность, там, конфликты с женщинами бывают, и так далее. Тоже прошлое, настоящее будущее. Пальцы. Не хочу отпускать. Это большой палец. Все равно, по-моему, будет. Подавленная сексуальность. Факинговый. Подавленные эмоции. И конфликт. Непрощение. И вот женщина, и правый мужчина. Тут то же самое, зеркально. А если глаз берут? Сейчас, сейчас, подождите, мы сейчас до всех... Да мы сейчас еще до ливера дойдем. То есть ты выставляешь, или, допустим, у меня... Порез, ударилась, там, еще что-то. Это вот это. Стоишь, дышишь, и там, вот так у кого-то... Знаете, женщина, когда приходит, вот так стоит. Я говорю, вы начальница? Откуда вы знаете? Глаза, нежелание видеть. И у кого еще зрение садится, это, этот, духовная слепота. Бывает еще. Тогда... Сейчас, сейчас, подожди. Кто говорит, что... Затылок прям, или чуть... Затылок, это гиперконтроль. И такие люди еще... А, это чужие проблемы тащить на себе. Ты же как мама-спасатель. Она спасалась уже. У меня прям час на работе. Да, да. Нет, смотри, если вот эта часть, вот тут, верхняя, нижняя, вот эта холка. Это чужие проблемы на себе берешь. А если вот эти вот, нижняя, все скручивало, это просто чистый выход идет для выхода. У тебя там уже, ты что, там, парочку вывалилось, да? У тебя парочку вывалилось там, шайтанов? Вот именно, вот это вот, типа, гиперконтроль, да? Да. А если вы не стесняли, то, что она... Сейчас, это хорошо. Нет, может, сдувался прям руками. Сейчас, сейчас, глаза... Сейчас, тихо, 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 ага. Это все, что вы сказали? Это магия у тебя? Вообще заколдованная? Это на смерть магия, да? Мы просто до этого не добрались, вы перебиваете все. Да, это положительный назад, все по-порядку. Сейчас, сейчас. Давай, беги. Всего хорошего. До свидания, до свидания. Спасибо огромное. До свидания. Давай. Глаза, нежелание видеть какую-то ситуацию. Это... И... Ну, прими, через принятие просто. Ну, еще раз, возраст 40... Это не исправляется. Минус один? Не справишься. Это либо операцию, какую-то клинику найдешь... Или найдешь операцию, кому сделать, ну, этот, в клинике, или оставь уже так. Операцию делают корейцу зрения до 40 лет, по-моему. Это сильно безопасно после... Ну, у меня сестра сделала в 45, ну, хрен его знает, насколько. Я говорю, ты вот тоже всю жизнь слепая ходила, да, минус 3. В 40... Как это нормально? В 45, блядь, корейцу зрения сделал, очки сняла. Она говорит, я говорю, ты чем думала? Ну, можно же было раньше сделать, ну, что мозги порт? Вот. Ну, это не хочу видеть мужчину или женщину. То есть, ну, такое все. Правая сторона мужика, левая и женская. Уши не хочу слышать. Людей заебали уже. Не хочу слышать правого мужика, левого и женщину. То есть, ну, смотрите, кто достал. Печень, обиды, агрессия, злость. Вообще, в печени, мне кажется, все эмоции собраны. И кто боксом занимался, по печени, когда удар пропускаешь, там, сука, пару демонов вылазит, пока ты орешь на этом. Потому что боль невыносимая. И там иногда человек прям орет не своим голосом прям, блядь. Ну, если вы видели, когда-то, это ужасное вообще зрелище. Ну, и очень больно. И поэтому печень, ну, такой орган, где все копится. И это, там, неотданная любовь, агрессия, вот эта, зависть, злость, все там. Поджелудок и отсутствие внутренней похвалы. Вот толстенькие, кто вот, у кого там лишний вес. Это уже, это же у всех преддиабет, знаете, да? У кого плюс 20 килограмм или, там, больше 10, это преддиабет. Это, там, инсулинная резисценция, что-то там, вот эта вся фигня. Это сахар. Сахар – это отсутствие внутренней похвалы. То есть мы жрём больше сахара, чем нам надо. Почему? Потому что там эндорфинчиков не хватает, и мы начинаем это жрать. Чтобы сократить количество употребляемого сахара, просто начинаешь себя хвалить. Вот захотелось, там, что-то пироженка, начинаешь себя хвалишь, 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 и потом ешь не два пирожа, а половинку. И всё. Что ещё осталось? Здесь душа. Это грудная клетка. Это вот здесь тригинный меридиан. Есть те, кто изучал там восточную медицину. Здесь весь иммунитет. Вот тут. И то, что кому здесь вот так дальше, больно, это закрытая душа. Сниженный иммунитет это. Вот здесь продавливал кому-то, мужикам в основном, это люди, которые живут через усилия воли. У мужчин у всех через преодоление это нормально. У женщин, когда это не очень хорошо, это у кого-то было, да, у тебя. Это когда через, по-русски сказать, через ёб твою мать когда, да? То есть не надо, а вот, блядь, иду и делаю. Это вот здесь. Яичники, страхи женские про мужчину или про себя, как про женщину, правая-левая сторона. Матка – это обиды на мужчин. Вспоминай на кого-то так сильно обиделась, в письма в прощении прям вытаскивай всё. Это, ну, нет, нет, вот это. Нет, ну, в общем, она знает. Вот. То есть у кого там, этот, в общем, прям вытаскиваете. Почему? Потому что, когда эти обиды проявляются, короче, вот так. Обиженная женщина, вот, которая прям сильно обиделась, да, у неё матка стынет. Вот, то есть она, как бы, пульсация теряется, кровоток теряется, да, вот эта непроходимость труб появляется, то есть вот эти, как фолликулы там или чего там не держатся, да, то есть это из-за того, что просто обиды. Проревелась, проплакалась, вот отсюда всё выпустила, всё. Отпускаю. А почему мне здесь не надо было? Ну, простояло, постояло, поспал. Не-не, пусть так будет. Да, тебе не надо так. А сейчас я прям жду вас. Не-не-не, смотрите, я же тоже, ну, калибрую людей, кому как этот. А голова? Вы где-то что-то делаете? Здесь это психушу, это. Это истерики, да. Да. Это подавленные истерики, это те, которые недовышли. Недовышли те, кто... Это ты психанула и не прооралась. И оно вот здесь всё. А если уже не больно было, то напали. Да, да. Вот, смотрите, я же физически вот эти вот, то, что продавливают, я просто добавляю какие-то вещи, усиливаю. Есть люди, которые к боли привыкли, и вы здесь 80%, ну, 40% точно таких. Вам давишь, не давишь, вы стоите. Кто-то вообще кайфует, блин. Это группа такая у вас. И вы тихие, и в принципе, ну, хорошо. И демонов не так много выходит с вас. Ты ещё приди. У тебя вот это... Ты с чужих рук не ешь, ладно, пожалуйста. Я? Нет. Подожди, ты... Ты говорите как-то, вы смотритесь. Я косю, я, может, не знаю. Я висела, а руки все... Не-не, сейчас ты меня послушай, подожди. Я понял. Сейчас меня послушай, не ешь с чужих рук ничего. Тебе кто-то подкармливает какой-то хернёй. Просто всё, что готовишь сама, то ешь. В ресторане можешь кушать. Кто-то домашний что-то приносит, не ешь нигде. Поняла? Если тебе что-то дают, там, яблоко, или что-то прям настойчивое, там, поешь-поешь, попробуй, возьми, потихоньку выкинь. Месяца три понаблюдай, кто это. Потом дистанцируйся, поняла? Тебя кормят хернёй. Из-за этого тебе язык вот так колом стал, и она его засунуть не могла. Он так вывалился синий весь, и не могла засунуть. Ладно, у тебя руки, они хоть наружи. Нет, язык вывалился. И он такой, как парализует его. И он выходит, и он большой какой-то, да, такой вот этот. Он из-за того, что парализован, он вываливается вот такой. Сыгался, что он хочет. Оторвется. Это кормит тебя чем-то. Верите, не верите, в общем, ну, другого объяснения хрен, я не знаю. Я такое видел, знаешь, когда ко мне женщина приходила, она из Москвы прилетела специально, она так язык делает, он её пополам как будто лопался. Он всё уже, её там подкармливали жёстко вообще. Она два тренинга у меня, четыре дня сидела. Капец, я не знаю, сколько там вытаскивал. Мы с ней работали, что по 16 часов четыре дня, прикинь. А, по 8 часов. Всё? Вот, расколдовали, расколдовали потихоньку. Это колдовство, как это? Ну, это такое, что-то тут-то куда. Я примерно знаю, как это даже делается, но не надо. А, что ты тут делал, смырять плохо будет. А? Это что на смерти-то? На смерти? Ты такое никак не докажешь, что если человек помрёт от этого, ну, хрен знает, ну, как бы, не докажешь. Ну, значит, это долго... Это кто-то с ближайшего окружения, я не хочу никого на этот... Я тебе поэтому говорю, с чужих рук не ешь три месяца, поймёшь потом. Поняла? У меня с языком с украшением. Да, да. С языком только у неё, не переживай, ты не пропустишь такое. Ну, что дай мне, я же покажу. Вообще, я не помню, да, что сомнение. А, в душе, вот, говорится, закрытое, а как можно я? Это медитации побольше, это письмо прощения. Вы достаточно закрытая такая, знаешь, с тобой дружить, это надо, блядь, я не знаю, два пуда соли сожрать, и потом, может быть, ты домой пригласишь. Ну, она такая, вот тоже, вот, что-то рядом примерно. Ты тоже очень закрытая, да, да. Ты можешь дружить, приглашать, но вот в душ его. Знаешь, ты, ой, ничего, это не доверие, письма пиши, медитируй побольше. Я вам говорю же, это не как плохо это. Я просто, ну, как явление, да. Это не хорошо, не плохо, но вот так, это защитная какая-то функция такая, как бы, людей. А у меня есть что? Это ты потом, когда в туалете будешь сидеть, расскажешь нам. В чате пиши потом. А то, что сама... Смотрите, кто? Я. Я сначала ходила. Ты еще походи. Что мне есть, пишите? Тоже головами. Ты еще походи, я тебе говорю. Я сказала... Нет. А может, это так... Что сказать? Я могу сказать, что... То же самое же. То же самое есть. А так, у тебя, у тебя, у тебя... Оно все вместе. И вот, чтобы ты будешь спрашивать, я буду говорить одно и то же. Разницы, как проявляется, сильно особо нету, потому что непонятно, что вперед, что после идет. Вот у нее чистая магия прям вот. Теперь у тебя. Да, давай. Да. Это чистая магия. Это так бывает на холотропах, на йогах, там где-то там на каких-то практиках энергетических выворачивает так руки и не имеет вот это все. Там этот, это чисто этот, да. Это кому-то занозило кому-то. А как тебе снять это? Все же уже. Еще один раз приди, ну все. Это как поедет на йогах? Это на дыхательных практиках выходит, да. Оно проявляется просто, да. В последнее время они уже поняли, что нужно там до конца. Ну, раньше, там лет 10 назад бросали. Человек вот так свернет, парализует. Они говорят, ладно, подержи, подыши, пойдемте пообедаем. А оно, блядь, там валяется. Или там водичкой отпаивали, пытались успокоить. Ну, как бы, это надо выпускать. Это как надо бояться. Ничего не надо бояться. Ничего не надо бояться. Просто у тебя это на уровне энергии сделали. У нее там прямой контакт есть, из-за этого говорю. Кто-то за столом, ты с кем сидишь, понимаешь? У меня подруга мы почти что-то здесь. Не, не надо ни на кого думать. Просто три месяца не ешь чужих рук, и все. Ничего не додумывайте. Я вам сейчас скажу, потом паранойя начнется, блядь, у вас. Зачем вы спрашиваете лишнее? Потом кубаторить будете дома? Дорогая, дорогая. Из детской позиции выходи уже, ладно? А как это сделать? Ответственность. Из детской позиции для того, чтобы выйти, нужна ответственность. Ну, это я тоже, типа, я хочу, да, надо принять ответственность, иду дальше. А как? Ну, то что? Не знаю. Я просто это знаю, это в голове есть, крутится. И не могу. Мы сейчас закончим уже. Как будто ноги и руки вот так связываются, когда какие-то действия делаются. И все. Ну, стою и дальше. Смотри, это вот сила маленьких побед. С мелочи начни. Я не знаю, там, посуду моешь, не моешь, но, короче, заставляешь себя, там, раз, посуду, победа, дым. Еще что-то, дым. И вот эти галочки ставишь себе. Потихоньку, как соберешь их больше 18, это войдет в привычку. Поняла? Если не моешь сложное, начни с маленького. Потихоньку маленькие победы. Так рождались достигаторы. Ответственность. Ставь допустимую грамму, например, с какой-то, 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 какой-то... Там зарядка далеко от нее, кажется. У тебя знаешь, почему вот так? Потому что непонятно, что тебе надо. Ты сама еще вот, ну, не определилась. Нет, ну, это так, не мало. Да. Ты чинишь и чинишь, ну, как бы этот... Но у тебя нету цели, что ли. Поэтому сформируй свое будущее через 10 лет. Просто напиши, кем хочешь стать, кто будет рядом, сколько детей, как вы живете. То есть вот это пропиши. Это, знаете, вот эти цели, все смеются уже, да, потому что задрали уже этими целями всех, да, обесценили. Эти цели нужны для вашего подсознания, чтобы оно понимало, куда тебя вести. Но когда нету, ни я с тебя считать не могу, и ты не понимаешь ни хрена. Потому что то, что вы меня спрашиваете, я же вам говорю то, что у вас уже есть внутри. Я просто считываю, тебе возвращаю. Ты спрашиваешь, я тебе раз туда, а там ничего не написано. Чистите. Понимаешь? Ты же прочтите меня, и ты открываешь, и там ватман белый. То есть ты должна сформировать сначала свой какой-то скелет, и хотя бы будет понимание, куда идти, и тогда можно подсказать или как-то подтолкнуть человека. Но когда там белое, невозможно. Ну, может, это и хорошо. Нет, для девятого класса это нормально? Все сформулировали, видите, хотя бы ничего такого ужасного. Прям пропиши, посмотри. Ты чего чихать начала? У тебя аллергия? Нет, я сделала чихнуть. Супер. Я прям власть. Давай, давай, да. Тогда. Да. Чистка начала. Побежал? Все. Давай. Чистка. Чистка. Все, до свидания. До свидания. А у меня, по-скому-то, что-то. Частно. Вы сами посмотрите. Смотрите, вот точно, кому надо еще приходить. Это вот прям жизненно необходимо... Ну, как жизненно... Короче, еще приди. Еще один раз хотя бы приди, ты на свое усмотрение уже. Ага. Хочешь, приходи, по ощущениям посмотри. О, магия. А? А? Да, вот, ноги не хотят меня. Это, ну, не хочу идти, говорю. Это, смотрите, я же могу манипулировать и сказать, придите все. Да, это как ты продавцу говоришь, а мне вот это точно надо купить? Конечно. Да? То есть, очень сложно, как бы, вот, когда психолог или врач, лечить за один раз, когда ты можешь. А когда тебе нужны деньги, ты лечишь 10 раз, да? Ну, в смысле, 10 сессий или там чего-то. И очень сложно отказываться, особенно, когда нехватка. Поэтому, ну, как этот, кому нужны деньги, да, этот, к таким не ходите. Вот. Ну, в смысле, к психологам. Я поэтому говорю, я могу сказать, все приходите. Но точно кому надо, вот, раз, два, и остальным по ощущениям. То есть, если ты почувствуешь себе, сейчас тебе легче стало, там, и захочешь, там, ты почувствуешь эффект, что, ну, улучшение. Ты захочешь улучшить, еще приди. Если тебе покажется, что пока этот умач и вот так тебе хватает, покажи, возьми таймал. Сегодня, сейчас я за то, чтобы, я понимаю, что у каждого человека своя скорость развития, да? И давить нельзя. Но то, что прям, кому сильно надо, я просто говорю. Без следа сегодняшний мастер-класс для кого не пройдет. Так или иначе, оно все равно повлияет. Мне как-то, знаете, через три года одна написала. Я у вас была, а вообще толку нету. Я говорю, знаете, хрен знает, что вы там со своей жизнью делаете, но за три года, даже если вы у меня не были, должно что-то произойти было. А вообще, вы видите, да? Я вижу, да. Но чтобы это не вернулось. Чтобы не вернулось, если кто хочет защиты, да, там, от черных, там, чего-то, там, зависть и всяких. Любовь и радость – это лучшая защита. Вы можете увеситься там всякими там святынями и там, это не поможет. Внутренняя чистота, она дает защиту. Вот смотрите, даже если делают там магию, порчу, допустим, она есть, да? Допустим, это все есть, но оно липнет к твоему говну. И чем больше твоего дерьма внутреннего, тем больше на тебя и высыпется и приклеится. Если ты живешь в любви и радости, и ты чистый, на тебя камаз говна выдаст, и оттуда сухой выйдешь. Понятно? Поэтому не нужно обвинять кого-то, нужно разобраться со своим дерьмом внутри. Поэтому я всем говорю «письма прощения», «письма прощения» – это единственная практика. Это все же хотят, а можно самостоятельно. Это единственное, что ты можешь сделать сам для себя. Это круче там многих психологов, там, это круче, чем даже то, что делаю я, если ты сделаешь сам письма прощения. Ты туда войдешь и выйдешь два разных человека. Но это прям экзорцизм. Там прям выворачивает, там рвота, руки немеют. Там вот это все, вот то, что здесь происходило, вот то, что вы наблюдали и у тебя, может, не было, на письмах это будет. Это намного сильнее и понятнее, чем то, что мы делали сейчас. То есть ты думаешь, о, это он такой крутой, поэтому меня вот так-то… А когда ты сам пишешь, ты понимаешь, что это твоя крутость, это твоя работа, это твоя терапия. Поэтому… А определенного человека? Всех. Всех каждый день сразу. Не по одному в день, а всех за раз. А минимально? Вообще в среднем 40 человек, если ты живешь больше 30. Да. Мне одна женщина говорит, у меня их там 400, со мной все нормально. Я говорю, это клиника, но как бы продолжайте. Четыреста имен, я запомнить не могу. Четыреста. Не, а где она их запомнила? Хрен его знает, ну как-то жила так. Представь, это люди, которые сидят, ждут, на кого обидят. Смотрите. Природа вообще самой обиды. Примерно где-то в 14-16 лет происходит как сепарация естественная от родителей. Да? И любое свое состояние я буду оправдывать недееспособностью чьей-то, но не своей. Это же прекрасно. Когда я ни в чем не виноват, да? Это же круто же. Тоже детская позиция? И когда ты выходишь из детской позиции, ты ни на кого не обижаешься. Тебе что-то сделать, ты говоришь, так бывает. Ну, наверное, я что-то там как-то позволил. И с этого момента начинается рост твой. Да, это тяжелый труд выйти с этой детской позиции. Это ужасно, да. А это 40 дней? Да, это 40 дней подряд. Каждый день держит целый племен? Да, это одни и те же. А, одни и те же. Это помните, как царь Соломон цину говорит? Держись от хороших людей и держись подальше от плохих. Он говорит, папа, как я их отличу? Этот сынок, это одни и те же люди. И плохие, и хорошие. А вот я пишу, да, через каждые два дня, оно у меня как-то вылазит. Да. Дополняешь. Дополняешь, дополняешь. Почему? Потому что ты одного начинаешь прощать, а этот мудак в связке был с другим еще каким-то. И ты, они начинают всплывать. Да, да, да. Добавляем, пишем. Ты можешь писать просто, я прощаю тебя за то, что ты мудак, мне там то-то-то-то, за то, что ты скотина там. То есть в словах не сдерживайтесь, потому что первые семь дней это точно обвинительная тема. Прямо вот это дерьмо начнет вот так лезть. Будет от себя самой противно. Потихоньку это выгружаете, где-то в 15-20 день ты святой. На 25-й день ты думаешь, я уже, наверное, брошу. Я потому что уже все, всех отпустил. Но все равно продолжаешь писать до 40-го дня. Очень важно, чтобы с поля это убрать. А 21-й день пишешь тоже с матом или уже с матом? Уже будет благодарность, охота будет благодарностью, все равно материшь. Ну, ты просто по-другому пишешь. Да. Это, знаете, помните, а много ли коровы дает молока, не выдаешь за день, у нее встанет рука. Это вот это. Там, когда начнешь, мама, я прощаю тебя за, и там все, на 4 часа ушел. Там до папы не долезешь-то еще. Потом пишешь, папа, я прощаю тебя за, и там тоже провалишься. Видите, очень многие вещи, которые мы не можем выговорить родителям. Но парню бывшему можем, папе не можем. И вот эти, знаете, травмированных женщин, когда ты женщина, или там вот берешь, или мужчину, да, вот там уже, которую, у которого там бэграун, там два раза замужем была, или там три раза женатый был, он все эти обиды собрал для тебя. И когда ты вступишь в отношения, если он их не прорабатывал, он все вылит на тебя. Хотя ты ни при чем. Все говно, которое он копил 40 лет, вывалится на тебя. Ага. А? Да. И поэтому вот эти письма прощения ты потихоньку выгрузишь всех. С папы, начиная, заканчивая последними отношениями, с мамы, начиная, заканчивая последней подругой. Или последними отношениями. И все. То, что ты там мужу не можешь сказать, выговоришь друзьям, или там подругам кому-то, то есть, оно прям все идет по контурам, поэтому все письма, ну, письма, они такой эффект имеют. Для которых уже нет живых. Да. Там отдельно прям графа есть умершие. Почему умершие? У нас время есть еще? Здесь нет. Торопитесь? Чуть-чуть. Мы здесь останемся. Начинаешь можно? Да. Сейчас мы этот... Я вам быстро накидаю, ладно, чтобы... Это я на каждом мастер-классе этих даю. Короче, есть контуры. Есть контуры. Первый контур – это твои папа с мамой. Вот ты, допустим, вот мальчик, да? И ближе них никого нету. С 14-ти, где-то до 19-ти лет происходит сепарация. То есть, ты остаешься один, потом, ну, это другое. Потом идут родственники, родня. Потом идут друзья. Потом идут коллеги. Потом идут соседи. Это вот эти, знаете, Бористо, кто-то там вот сейчас на ресерпшене будет сидеть, вы будете «здравствуйте, здравствуйте». Кто такой, понятия не имею. И умершие – это вот дальний контур самый. Умершие. И самое свидетельство нашей психики – то, что те, кто близко, те не так ценно, как те, которые далеко. По-настоящему ценные нам люди, мы их не ценим. Друзей мы ценим больше, чем родителей. Перед коллегами мы выпендриваемся больше, чем перед соседним. Как бы этот… Для соседей мы вообще идеальные. А для умерших мы даже плохо не думаем даже. Да? Поэтому умерший дедушка или кто-то, или папа, он намного ценнее, чем тот человек, который рядом с тобой. Это даже бывшие, когда звонят по пьяни, да? Это потому, что ты стала в контуре друзей или родственников, а теперь он своей женой нынешней не так доволен и на всякий случай звонит того, что, может быть, что-нибудь замутим по старой памяти. Потому что ты стала лучше, чем та, которая была. Это вот отдельная тема. Любовница всегда в выигрышной позиции, чем жена. Но когда они рокировку делают, получается наоборот. Потому что они из этого контура вываливаются в дальней. Смешно, да? А? Да. До свидания. До свидания. Хорошо? Просто мы, любовниц, сегодня не затрагивали вот это все, потому что запросы были другие. Это какой-то мастер-класс был, прям вот, там, любовница, прям, увела, сука, ненавижу. А рядом любовница сидит. Ну, другая. Ну, смотри, это с разных, да. Я ненавижу, там, такой трэш был. А другой мастер-класс был, они там три женщины, мужиков зарезали. Прикиньте, своих парней. Ножом одна в сердце воткнула, другая в печень или куда. А третья говорит, если бы его догнал, убила бы. Он убежал просто. Втроем еще в одном углу стояли. Понимаете? То есть, это, ну, такое. Поэтому, поэтому каждая группа по запросу, у вас энергия. Прямо рекомендую. Диеты, спорт, нутрициологов, йогу. Найдите свой спорт, от которого вы кайфуете. Потому что после сорока, ну, зарядка, не зарядка уже. Нужна цель или увлечение? Что бы эндорфины? Не, 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 смотри. Мы получаем эмоциональный заряд только тогда, когда есть, ну, какой-то кайф. И, как в молодости, уже не получается кайфовать просто от того, что ты там железку два раз поднял. Нужна цель. И не нужно какое-то увлечение. И вот твой спорт должен быть в каком-то увлечении связан. Тогда будет тебе в кайф это. Ты будешь уставать так же, но будет эмоциональный подъем. Но вот эти гормоны все проверяйте тоже, потому что там тесостерон обязательно, мужики. Эстроген эта женщина обязательно. Потому что, когда он снижается, ну, это очень плохой такой знак. Я сейчас каждый день водой холодное обливаю, что тесостерон, он, оказывается, поднимается от холодной воды. Там все привязано, на самом деле, к кортизолу. Кортизол у кого высокий, у меня был прям сильно завышен кортизол. И кортизол, когда снизил, тесостерон пошел вверх. Потом Д3, там солнце надо, отдых, ну, сон, короче, и вот это все. Это гормон стресса, гормон смерти. Тесостерон это у мужчин, эстроген у женщин. По обливаться женщинам нельзя? Я думаю, что это даст положительный эффект. Самый для себя, то, что я спорт нашел, я с вами делюсь, это подводная охота. То есть, на задержке дыхания нырять под воду, это что-то вроде фридайвинга, там есть управление собственными эмоциями, потому что, когда ты психуешь под водой, ты сразу через 15 секунд выходишь. При том же количестве кислорода, ты его сжигаешь за 15 секунд, а можешь просидеть минуту или две. Просто из-за того, что эмоциональное состояние другое. Я один раз был в хорошем состоянии эмоциональном, 2 минуты, 2 минуты 4 секунды, что ли, просидел. А среднее рабочее, где-то этот, от 50 секунд до минуты 20, ну, минута 20, это вот уже все, я до усерва это уже, не могу больше. Это Борис-арена, там есть эти, здесь местные подводные охотники, можете сходить, фридайверы. Учат такси, ну, как бы очень этот, кому надо, дам тренера в Алма-Ате, вы можете, ну, хотя бы здесь начните, хотя бы просто в бассейн ходить. Потому что есть дыхание, дыхание Хоффа, есть дыхание Сидерского. Весь смысл дыхания с животом. С животом дышать нет никакого смысла, когда ты на поверхности. Когда ты ныряешь, задержка дыхания идет на вот диафрагмальном дыхании. Диафрагмальное дыхание, желчь выкидывает этот, короче, лучше, чем глюкофаж точно. Сидерского. Я занимаюсь бодифлексом питаться. Что такое бодифлекс? Дыхатель дыхания. Это вакуум вот этот? Да, это круто. Вакуум очень круто. Я такая счастливая в каждой неделе. Этот, как, наули. Наули. Вот наули все дрочатся, учатся, да, по полгода, да? Не то, что сразу наули не делает? Нет. Что такое учение? Вот этот живот, когда вот так... Да. Я делаю. Вот сколько училась по времени? В полгода. Вот. Я делала около двух месяцев самостоятельно. Молодец. А как вы думаете, за сколько можно научить? Сейчас я по-разумею. Нет, можно быстро. За сколько? Время. Время? Да. По дням, часам? Как хотите. Мне кажется, за один раз. Что? Две минуты. Да? Две минуты? Дыхание сидерского сделайте, и за две минуты у вас будет наули. Наули, получается, знаете, на чем на задержке дыхания, это естественный спазм живота. Ты просто, когда делаешь вакуум, задержишь дыхание на вакууме, и стоишь, и ждешь, когда получится наули. Да. Потому что он науле делал. Он сам, диафрагмальный, это как бы спазм это. Естественный. Да. Но при этом диафрагмальном... Да. При этом диафрагмальном спазме начинают работать органы. Там поджелудка, селезенка, вот это все включается. Поэтому, ну, с утра очень сам Бог велел. Хорошо? Сидерского я, этот, я скидывал в группу, ну, посмотрим потом. Я потом в группу скину, потом где-нибудь себе сохраните, ладно? А меня добавят кто-нибудь? Куда? Зачем ты там там уже? А, нет. Добавят. Подойди к Андрею, он тебя добавит. Да. В какую группу? Где мы... Где мы, да, где списки были туда? А то там еще какие-то группы. Там, короче, будь, да. Просто будь там. Просто в одну группу больше определенного количества не влазит. Поэтому как-то там что-то объединили. В общем, сам не разбираюсь. То есть, вот это вот одно и достаточно, да? Да. Там что-то писать, в смысле, если отзывы, то там писать. Да. Вы можете, знаете, под любой комментарий написать под моим рилсом. Я вам буду очень сильно благодарен, потому что это поднимает просмотры и, ну, отзывы, и живые людей. Если кто не стесняется, можете написать. То совсем безбашенный, можете видеоотзыв написать через 2-3 дня. Сторис. Сторис, да. Просто отследите, что с вами будет происходить. Какие изменения, как было до и как после. Следите за отношениями с людьми. И посмотрите, как стали откликаться на вас люди, как реагируют. Ну, вот было вот так, стало так, да? Предпочтения даже вкусовые. Раньше ела вот так, теперь я хочу там другое что-то. Понаблюдайте. Не бывает так, чтобы ничего не происходило. В любом случае что-то будет. Хорошо? В общем, большое всем спасибо. Спасибо большое. Желаю вам здоровья, счастья, в общем, успехов. Еще увидимся? Да.